Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 апреля 2017 года, четверг По одному из старинных, 16 день месяца пассивного речения 7525 лета, пятница Русский язык, этимагология словообразования Применение Львов Антона Автор-сказитель у нас И пришло время отвечать за свои слова Перед нашими радиослушателями Да, давайте попробуем В том смысле, что вопросы тебе будут задаваться Но для начала давай с тобой немножко пообщаемся Скажи, пожалуйста Вот ты принял такие слова, как пантеон Откуда у тебя информация И почему именно слово «пантеон» ты взял за основу, когда говорил про богов? Ну, скажем так, тут всё просто Оно в этот момент пришло в голову Можно было сказать «ряд богов», «перечень богов» Или что-то в этом духе То есть тут без какого-то особого умысла, скажем так, оно было произнесено То есть, ну, понятно, что пантеон — это перечень богов, соответствующий определенной религии Мне показалось, что оно здесь будет смотреться уместно, скажем так Понятно А вообще пантеон — это чего происхождение, на твой взгляд, слова? А, ну, вообще слово «пан» — это нечто объединяющее Ну, например, «пан-Европа» — это объединенная Европа, да, сейчас Ну, и сейчас, наверное, Европа почти, «пан-Европа» Пандемия — это средство от всех болезней А «теос» — это бог Ну, то есть «пантеон» — это объединение богов Если я не ошибаюсь, то «теос» — это греческий Ну да, греческое Понятно, просто да, когда мы говорим про русский язык, употребляем греческие слова И знаем, что как раз, в кавычках, благодаря этим вновым внесениям так называемых из Греции, из Латиницы, из Иврита, из европейских многих языков уже искаженные слова, когда к нам стали приходить, наш язык стал засоряться А вы знаете, я можно перебью буквально на... Да, перебивай, конечно Пару слов, да, вот такой интересный пример Сейчас модное слово «лук» Ну, то есть это внешний вид Ну, «лук» — это смотреть по-английски А я когда первый раз его услышал, ну, то есть было в контексте «Ой, какой классный лук», ну, то есть как классно выглядишь Я-то подумал, что лук — это, знаете, как там сто одёжек и все без застёжек Я-то почему-то подумал, что от этого происходит, а оказалось, что нет Поэтому даже английские слова порой зачастую, скажем так, русифицируются, что ли, и приобретают несколько другие оттенки Да, я с тобой согласен, что русифицируется русский язык, он очень мощный, перерабатывает прочее, всё Но лучше всё-таки не засорять, чтобы не перерабатывать, поскольку чисто не там, где выбирают, а чисто, где не сорят Вот, и поэтому мне всё-таки так видеть Резануло ухо вам, да, Алексей? Да не только, я думаю, мне Всё-таки, когда говорим про русский язык, то лучше всё-таки говорить, стараться применять русские слова, значения Почему я к этому призываю? Нисколько не запрещаю, я не имею права запрещать, я призываю Почему? Потому что русский язык и слова коренные, которые в русском языке существуют и достались нам по наследству, они связаны с нашей генетикой, то есть с нашим родом, если говорить по-нашему, с нашей кровью И не просто так они связаны, они переплетены настолько, что они уже являются частями в наших внутренностях, частями нашей сути жизни И если мы убираем их, то в этом случае мы теряем те основы, благодаря которым мы здесь и существуем Вы знаете, о похожем, в том числе, привозя примеры, писал Шишков, про которого мы сегодня говорили Вот он сетовал на то, что тротуар раньше назывался пешником, зачем же нам сейчас говорить тротуар А пульс раньше назывался било, зачем же нам говорить пульс Поэтому, да, абсолютно с вами согласен Да, и вот я продолжу И получается, что когда мы убираем основы, то в этом случае мы себя лишаем самого главного И мало того, что мы себя лишаем самого главного, мы ещё заменяем на безобразное Дело в том, что русский язык, он образный язык Каждый образ, он уникален Нет в русском языке, если разобраться, внимательно посмотреть, синонимов нет Есть похожие чуть-чуть слова, но синонимов с точки зрения, вот как нам это вкладывают, их нет Нельзя один образ заменить другим, как нельзя имя, например, Вася заменить на имени Виктор Ну с одной буквы вроде называется, да, вроде там что-то похожее, там бывает Виктория, там ещё какие-то слова Но похоже чем-то может быть, буквы, может быть, там переставлены где-то, но это не одно и то же Вот то же самое и здесь Образ каждый уникален, это нечто живое И когда мы убираем образы или начинаем лопотать что угодно, не задумываясь о том, что мы делаем То получается для человека, который уже мыслящий, ну полный какой-то бред, наверное Он не может понять, а что ты имел в виду Потому что он уже видит образы, он уже понимает суть родных слов А тут так, лепит просто, не понимая Плюс там примешивает какие-то ругательно-бранные, матерные, ну другими словами, нецензурные слова То есть сейчас вместе всё объединило, хотя это совершенно разные понятия И нормальному человеку, который, русский человек, эмоциональность непонятная Он говорит, а что тебе уточнять-то, я же тебе сказал И другими словами говорит то же самое Говорит, а сейчас ты говоришь совсем про другое Говорит, так я не понял, что ты имел в виду тогда, что ты имеешь в виду сейчас Когда просто меняешь слова Да, всё верно Вот, и получается, что когда мы убираем образность, а вместо этого вкладываем ещё иностранщину безобразную То мы становимся сами безобразными И сетуем постоянно, что же мы так плохо живём А плохо живём, потому что мы не знаем, не ведаем А не ведаем, потому что наши родные образы не применяем, а применяем что-то иностранное До тех пор, пока к своему родному не обратимся, у нас так всё и будет Так я почему спросил тебя пантеон, откуда-то слово Не потому, что там оно в голову пришло, как религия и так далее Хотя религия, на мой взгляд, я могу, конечно, говорить что-то несоответственно тому, что ты думаешь Но религии в славянстве никогда не было Всё-таки религия — это уже повторная связь А у нас было непосредственное обращение, непосредственное общение Да, мировоззрение, скажем Да, было своё мировоззрение, там не нужны были посредники А религия подразумевает посредники, воздухов и так далее Так вот, если говорить о… там, слово «религия» мы разобрались, пантеон разобрались Так вот, откуда сама информация о богах? Ты её из какого источника брал, чтобы мне понять? Вы имеете в виду, скажем так, в целом о богах? Ну да, боги, представления и так далее Ну, тот же, например, Рыбаков, академик, я читал из его трудов Язычество древних славян, язычество древней Руси Ну и вообще сейчас, на самом деле, информации много Я понял, я понял Всё, я, в принципе, это и хотел уточнить, потому что есть несколько направлений Есть так называемое реконструкторское направление, которое строится на Рыбакове И на работах, трудах Рыбакова и схожих с ним Есть то, что идёт из рода в род Вот, и они отличаются между собой Потому что реконструкция всё-таки отличается от того, когда люди живут Я согласен, я читал и то, и то Но я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить Нет, я не к тому, что в тебе сейчас Я же не хочу эти экзамены срать Я просто уточняю, что это такое Откуда Почему именно надо, конечно, и то, и то знать Потому что надо иметь чёткие представления Рыбаков занимался реконструкцией За что ему низкий поклон То есть он в те времена хоть пытался что-то достать Потому что были очень серьёзные гонения На тех, кто жил по древним нашим заветам Очень серьёзные гонения были И поэтому не высовывались И было то, что называется пустота была Пустота в природе не существует, она всё время заполняется И вот находились люди такие уважаемые, как Рыбаков и другие Которые через археологические изыскания, через что-то ещё доставали информацию И вот как-то её укладывали Но надо понимать, что когда реконструкция производилась Она производилась с начиная определённого момента С момента, опять же, если мы внимательно посмотрим Когда первые работы Рыбакова, с какого, вернее, времени они относятся Мы понимаем, что в те времена уже начиналось замещение И уничтожение древнего, и замещение на новое А новое имеется в виду, это приход греко-кафолической религии И в те времена тогда уже гонения начинались На ведическую и на языческую в дальнейшем Так называемую веру и религию И, естественно, многое было уничтожено И многое было изменено Поэтому, когда делалась реконструкция Во внимание бралось всё И по археологии, и по написанному А писали-то кто? Описали летописи Те, которые сначала уничтожили старое И потом уже для себя что-то переписывали Поэтому в трудах реконструкторах Прослеживается некая или изменённость Или некое домысливание Или некие вставки из того, что кто-то уже переписывал Вот на это стоит обращать внимание А те, которые жили и живут, и продолжают жить У них этого не происходило Там другие процессы были, но об этом можно поговорить Там, как говорится, в каждой из мушки свои погремушки И то же самое про имена Когда мы говорили, например, в берестяных грамотах Тех времён Там, как таковых, двойных имён Вот о чём ты говорил Света, Слава, Света, Бога и так далее Там практически не упоминается Там идут односложные, простые имена Которые больше похожи на клички Ну вот как вообще не звали кого-то Такой-то, такой-то Поэтому там как-то всё упрощённо было Но в своё время задумался А почему так? Ведь в одних случаях, в официальных каких-то писаниях Святослав упоминается А в берестяных грамотах ни одного упоминания Святославе нет, например Ярополок упоминается А в берестяных грамотах ни одной не упоминается Ну и так далее и тому подобное Почему такое расхождение? Как ты думаешь? Ну, я думаю, причин здесь несколько Возможно от того, что часть этих грамот Просто, скажем так, не сохранилась Возможно от того, что Ну, можно много гадать, скажем так Возможно от того, что Что-то было переписано специально Я понял тебя, хорошо Вот скажи, пожалуйста, у тебя, ты один в семье Или есть ещё братья и сёстры? Сестра Сестра Сестру как зовут? Сестра Мария Вот А так её зовут в семье как? Маша Маша То есть, понимаешь, да? Ну да Официально Мария А неофициально Маша То есть, когда люди пишут В грамотах берестных Что-то такое по-быстрому То в этом случае писать длинные имена Смысла нет Пишут так, как человека называют И поэтому Так называемые есть Тайные имена Есть явные имена общинные А есть имена титульные Вот Яросвет Ярополк Святослав И так далее Это титульные имена Которые давались уже тогда Когда человек занимал какой-то пост И естественно, что это имя Оно уже в летописях И ребёнку, когда был Святослав Ребёнок Ему в летописи тоже дается Что родился Святослав Потому что титул за ним уже закреплён А в семье его могли звать просто Ну, условно Сейчас посмеются Славиком Или Яриком Или как там Ещё Ну, упрощён В семье всегда упрощён Вот поэтому В берестяных грамотах Мы, как правило, не встречаем Таких титульных Двояких имён А просто упрощённые Какие-то Вплотьх похожие на клички Там Рябой тебе передаст Или там Хромой тебе даст Или там Сходи хромому Вот А уже в официальных каких-то письменах Там уже всё серьёзно По-взрослому Вот Мы Николай II Там и так далее Ну, ясно С этим разобрались Дальше Вот ты Слово «Горыныч» интересно Разобрал Но Значит Ты Это же не твоё, скорее всего Ты же не сам разбирал Ты взял откуда-то Откуда ты взял слово «Горыныч»? Да Это я упоминал Это Труды Алексеева Соответственно 40 уроков русского Да Известный Если я не ошибаюсь Это вот как раз оттуда Ну, смотри Как-то Интересно Да, опять же К семье К семье сходимся Вот Например, идёт человек Его спрашивают Ты чей будешь? Он говорит Я Михайлович сын Или я Иваныча сын То есть Иван Ич То есть Из его рода Да, вот Ич Ему принадлежащий То же самое Горан Ич Горын Горин Сын Горыныч А Го Как ты правильно отметил Это вышестоящая Ра То есть Вышестоящая Из всех К солнцу Гора Горын Сын Горын Сын Горыныч Ну, живущий на горе Скажем так Нет Почему? Почему на горе? Горыныч Это сын горы Он может быть Таких же Он может быть размером С гору В одних преданиях Он может жить в горе По другим преданиям Ведь обрати внимание Куда ходил Например Илья Муромец Или куда ходил сын Илья Муромца Соколик Когда он свою мать Шел спасать Когда они Повстречались Если мы возвращаемся С Ильей Муромца Стали биться Бруг друга в землю Вгоняли В конце концов Илья Муромец Победил И увидел Там у него Вот это И сказал А ты чей сын будешь? Там они поругались Между собой И в итоге выяснили Что он-то и есть его сын И он отправляет куда? Он отправляет его Свою мать А где была мать? Вот там А откуда Змей Горыныч Вылетел? А как раз оттуда Он и вылетел То есть из горы Но это ладно То есть Я предлагаю Как нам Вообще в жизни Не тебе только А и нашим слушателям Такой призыв Не всегда Относиться К мнению Какого-то человека Вот к моему Или к твоему Или там еще К какому-то уважаемому Или не очень уважаемому Неважно Человеку однозначно А подходить С точки зрения Если уже говорим Этимологии русского слова С точки зрения быта А как в быту Бы это сказали? И тогда будет понятно Кто он И зачем он Хотя версии На мой взгляд Очень достаточно интересные Вот Но Вот я так сейчас думаю Горыныч Го Это главный Рычащий Но змеи не рычат Змеи Но они рычать не умеют Змеи тут Я думаю Было как некое Олицетворение Такого Скажем так Царя зверей Что ли Даже Тогда бы вы не змеей Называли А по-другому Там бы его называли Летающий Ну и там дальше У нас же есть Грифоны и так далее Что-то такое Которые Ну возможно Поэтому я иногда Задумываюсь При всем уважении Я же уважаю Алексея И других писателей Вот И мне нравится То что они делают Это же лучше Вообще ничего не делают Да И иногда Очень Слушаешь так Задорного И так прям Эх Давай рассказывай Как интересно Как здорово Ну молодец же Здорово Он рассказывает И интересно И он Экспедиции ездил Правильно И раскрыл Самое главное Что люди Ну скажем так Эти рассказы Заставляют задуматься Да Вот я про говорю Рассказывай Рассказывай А когда он тем более Выходит на сцену И зал Который пришел Посмеяться И вдруг он так Как даст в зал Да А люди не ожидали Опа И голову закрутили В другую сторону Это же Это же памятник Надо ставить Такому человеку Вот И надо понимать Что такие люди На вес золота Те которые Не боятся Они просто Высказывают С эту точку зрения Ну И даже если На чей-то взгляд Не попал В каком-то слове Но это не означает Что все слова Не попал Правильно Или там Опять же А вдруг я ошибаюсь Вдруг я там Сказанул А сам и не подумал Да Поэтому вот я предлагаю Всем Во-первых Ни мои Ничьи другие слова На веру не брать Послушать Взять как пример Как основание Разобрать Посмотреть другие варианты И с точки зрения Опять же Русского языка Подходить Дальше к этому всему Чтобы было понятно Как чего То есть сами задумывайтесь Наши передачи Вот тут например Сейчас чтобы так далеко В лес не убегать Если конечно в чате Еще это не убежало Сейчас я Тут уже убежал Очень далеко Очень интересный Был А вот Сейчас я Тормозну Чтобы он Наскакивал Чай Прокрутку Убираю Скажи пожалуйста Пишет Слушательница Почему у вас авторы Пользуются своим Самомнением Делать ложные выводы Представления И как Их Как конечную истину У нас Здравомыслящие Уже не Проходят И еще пользуются Авторы чужими Трудами Чудесным образом Составляют из них Речь Пока все Я прослушала Это Ивашка Задорнов Книга по буклице Концептуала А также через одну программу И это правильно Еще раз Говорю Пишу Для того Чтобы перепалку Ставили Для того Чтобы разобраться Но на мой взгляд Я отвечаю Во-первых У нас Авторы Вот такое здесь звучит Как будто Это наши авторы Которые мы платим денег Они к нам приходят Нет Это такие же У нас авторы Как и у вас авторы Вот Антон Он разобрался В какой-то теме И он пришел Он написал книгу Это труд серьезный То есть Как это Я тут пошутил Когда-то говорил Там у нас же В чате идет разговор Я пошутил Так Это Книжная эволюция Человек из писателей Перешел в разряд Из читателей Перешел в разряд писателей Но это же книжная эволюция Человек Вот Вам же никто не мешает То же самое делать Ну прочитали Вы прочитали Вы теперь сами Оформите Теперь сами Сделайте Издатели Это же творчество Опять же Опять же Вас никто не заставляет Это слушать Не-не Ну давай так Слушать не слушать Это мы не заставляем Не заставляем Сейчас об этом даже Говорить не хочется Просто я про то Что это такие же авторы На нашем районе Как и авторы везде Мы никому не указываем Как чего говорить И если Антон пришел И говорит Я хочу рассказать Я говорю Отлично Рассказывай Он рассказывает Вот Поэтому Он высказывает Только свою точку зрения И я призываю В очередной раз Не согласен Тем более Рой дальше Копай дальше Бери в луки Лом Лопату там И вперед Да роешь Приходи к нам Рассказывай Мы будем рады Чтобы ты поделилась Своими мнениями Своими трудами От этого Обогащается мир Ты проявишь здравомыслие С своей точки зрения Антон проявляет С своей точки зрения Я тумничаю С своей точки зрения Но от этого Мир не рушится Наоборот Мы раскрываем Со всех сторон Ну а то что Ивашка, Задорнов Там Алексеев Или кто-то еще Побуквится Из конструкции Ну так Хорошо Что человек Это все взял Собрал вместе Ну так и все здорово Я не вижу Ничего плохого Не читал половину Перечисленного Да Ну опять же Я говорю Ничего плохого Здесь нет Ничего плохого Здесь нет И тем более Что будут слушать Эту программу Не только Те которые Уже все это Прочли Им это уже Может быть интересно Будут слушать Те которые Услышат Ух ты Как интересно Человек Излагает Вот Антон К слову Излагает Очень стройно Все Ну ладно Идем дальше Теперь про позор Что там Позор Там интересно Прозвучало Так зацепилось Слово Позор Так зацепилось Да Ну Корень Зреть Соответственно Об этом К негодованию Видимо Некоторых Слушателей Я приведу Пример Из Бориса Рыбакова Об этом писал Академик Рыбаков Позор Это Языческое Представление В слово Языческое Мы вкладываем Положительные Какие-то вещи Положительный Окрас Это Некое Представление Которое Можно было Зреть Соответственно Вот эти Языческие Представления С точки Зрения Христианства Являлись Вовсе Даже Неположительными Поэтому Слово Позор Со временем Приобрело Негативное Значение Ну смотри На самом деле Опять же Здесь Свою точку Зрения Скажу Ни в коей Мере Не противовест Твоей Уважаемому Мною Рыбакову Вот Есть такое Понятие Позорный Столб Столб То есть В общинах Было такое Место Где стоял Столб И в случае Чего К этому Столбу Просто вызывали Того Человека Который Что-то Сделал Не то И он Перед общиной Или перед Уполномоченными Общиной Людьми Или копенами Или Ну скажем так Сотникам Или в присутствии людей Давал отчёт О своих деяниях И поэтому Он выставлялся На позор Внутрение Опять же Да Да Позор Есть обзор Есть узор Да и так далее А это есть позор То есть Это место Где человек Должен был Отчитаться О том Что сделал Если же Совсем что-то Не в то место То были даже Случаи Когда Как типа Наказание Потом Вот В средневековье В Европе Это превратилось Знаешь Такая Колодка Куда человека Ставили На площади Закрывали руки Голову И он стоял И каждый проходящий Мог Или плюнуть В него Или там Тухлым чем-то Бросить Или взять Земли Что-то такое Свежее Произошедшее От пробегающей Собачки Или хрюшки Ну и помазать его Вот То есть В дальнейшем Упрощено Такое понятие Позорное место Оно превратилось В более жесткое В средневековье Европейском Когда просто Человека Так вот Ставили В неудобную позицию Пол нагнувшись И он Целый день Там Или там Сколько ему назначал Староста Этой деревни Там Два дня Например Стояла И сесть не можешь На колени Потому что Задохнешься Да Вот И долго стоять Наклонившись Тоже не можешь Спина начинает Ныть И вот они там Мучились Да еще и без еды Потому что Представляли стражника Чтобы никто Не имел право Там в течение Вот этого срока Позорный Его оттуда выпустить Поэтому позор Не считая Что это языческое что-то Это скорее всего Просто наше русское слово Которое означает Вот когда выставляли На вид Для того Чтобы человек Отчитался Это мог быть Уважаемый человек Который вышел на позор А мог быть Вот тот Кого призвали К ответу Вставляли на это Позорное место И кстати Или как вариант Это слово могло иметь Несколько значений Как я не знаю Как сейчас ручка Да это дверная ручка Либо это пишущая ручка Да Я же про это и говорю Это мог уважаемый человек Выйти на место На лобное место Да И рассказать о том Что он хотел сказать Или могли призвать кого-то Но тогда вот слово позор Он в том и в другом месте работал Но только Чаще все-таки На позор вызывали тех Кого надо было зреть И у него так Такой-то А что касаемо Потом это уже укоренилось Как ты про отметил Уже что-то такое Негативное Ругательное Вот И поэтому позор Да Но все-таки это русское слово А насчет языческого Здесь такое у меня представление Сейчас много там идет споров Которые разбивают наше общество На разные течения На мой взгляд Пришло время нам Не разделяться А объединяться Если наши враги Нас пытаются разъединиться Разъединить Время когда пытаются Вот когда вы следуете Их увещеванием И разделяете Задетесь вопрос А по чью дудочку Вы-то опляшете Но нас ведь долго Нас ведь долго Пытались развести По углам Нас долго Пытались Сделать так Чтобы мы мордобой Друг друга устраивали Вот вопрос Если вы расходитесь По каким-то там Мелким закоулочкам Славянства Так называемого И тычете друг друга Там какие-то упреки В этом случае На чьей вы стороне Против кого вы Это делаете На чью воду На чью мельницу Воду льете Что ты хотел сказать А почему вы разделили Слово Ну русский И языческий То есть прямо Я сейчас объясню Я сейчас объясню Противопоставили Нет Я сейчас объясню Я сейчас как раз К этому подводил Что сейчас Слово языческий Воспринимается В нашем обществе Не очень однообразно Вернее сказать Совершенно по-разному Например Если это община языческая Или человек Относится к язычеству Он этим гордится А например Христиане могут сказать Фу ты язычник Поганый То что означает Поганус От латинского Погань Ну просто на роде Не в общине Христианской состоящей Поганый Типа русское слово Язычник И на мой взгляд Сейчас чтобы снять Какие-то вот эти Упрёки И так далее Надо убрать И поэтому я предлагаю Следующее Разобрать слово Язычник Языч Это представитель Какого-то рода Направления Какого-то народа Языча Поэтому Когда кто-то говорит Я там Языча такого-то Ну значит понятно То есть это народник Можно называть Народник Поэтому Опять же Да Опять же Тоже хочу заметить Ведь Языч народа какого-то То есть языч Да Пользуясь правилом Там каче Язык То есть каждый народ Определял свой язык Вот В принципе Язычник Это ну говорящий На каком-то языке Может быть И вот Даже вот так Или ясно говорящий Да Всё верно Но только есть упоминания Вот сейчас говорят Вот у Даля Там нет такого упоминания На самом деле В первых словарях Оно было Вы можете посмотреть Первые словари Там говорится Язычник Это представитель Другого народа Другой веры И в христианстве Тоже остался Язычник Представитель Другой веры И другого народа В христианских словарях Так вот Когда говорили Языч Это говорило К нам Когда говорили Язычник Это говорит Что это Нечто другое И кстати Некоторые заповеди Говорят Не давайте Напругание Язычникам Своей святыни Это не христианские заповеди Это древние Заповеди Ведические То есть мы видим Что язычник И там применялось Неоднозначно Так вот Если мы же говорим Про древнее что-то Когда Как ты упоминал Все говорили Вся Европа На одном языке Поэтому когда вводились Исковерками Всякие латиницы То в этом случае Писали-то латиницы Понятно нам языком Понятным словом Слогом Так вот Если вся Европа Говорила на одном языке Язычников не было Ну никто не подходил Например Я не подойду к Антону И скажу Язычник Антон Ты вот что думаешь Об этом Скажешь Язычник Алексей Я вот думаю так Да Ну глупость какая-то Мы никогда слово язычник Не применяем друг к другу Потому что Ну незачем То же самое Русский Антон Ты мне скажи И ты скажешь Русский Алексей Тоже слово русский Мы не употребляем Мы просто говорим На одном языке Понятно что мы Из одного племени Понятно что мы Из одной культуры И так далее А поскольку вся Европа И вся Асия Говорили на одном языке То в общем-то Вот эти слова Они вообще не применялись Но только уже после христианизации Стали появляться Эти разграничения О чем в принципе Неоднократно Упоминания я встречал Слово язычник Появилось Примерно в те времена К которым относится Работа Рыбакова И других уважаемых людей До этого Слово язычник Не применялось И если уж опять Мы говорим О становлении библейских Каких-то книг Которые В русском контексте Стали появляться Там где-то Восемнадцатый век Первые упоминания Да в девятнадцатом Были сформированы Та же самая Там ветхозаветные Все дела И так далее Вот только там Появилось слово Русский язычник До этого Это слово Не особо Не употреблялось Вот Поэтому Я предлагаю Что сделать Я предлагаю Все-таки понять Что слово язычник Это никакое не ругательное Тем кто пытается ругаться Во-вторых Что слово язычник Скорее всего Оно означает народник И поэтому говорит Я народной веры придерживаюсь Оно во-первых Будет менее ругательное Для кого-то Менее вызывающее Для кого-то И более понятно Народной веры А понятно Все хорошо Значит это то Что было до христианства Это наша родная Родная вера То есть народная вера Наша родная народная вера И тогда Вы вот эти все острые углы Обойдете сразу Вы не будете С кем вступать в бой И никто не будет шипеть Потому что На вас Потому что Вы применили то слово Которое в их обиходе Является ругательным Мне кажется Очень простой Доходчивый выход Народничества Вместо язычества Вот А у себя внутри Пожалуйста Хотите себя называть Язычниками Чтобы кто-то Не дразнить гузей То что называется Пожалуйста Называйте Вот такой Простой Способ От многого Чего уйти Вот И там еще материть Тоже Материться Слово такое интересное Вот если разобрать Мать Ярится Ярить себя То есть По матери Ярить себя Мать Ярить себя Это те слова Которые как раз Ярят Для того Чтобы воспроизвести Чтобы Поэтому матерные слова Когда человек Матерится Они приемлемы В том случае Когда связаны С чем-то Продолжением рода Отсюда слово Материться Ну и так далее И тому подобное В общем интересно Получился доклад Давай сейчас Перейдем уже К вопросам Хорошо Давайте Да Вопрос эфир От солнца Антон Здравия А может Перун От слова Перья Птица Допустим Такая Перунья Отсюда Многие символы И знаки Связаны с птицами Как тебе такая версия Да почему бы нет Я на самом деле Тут еще вот о чем подумал Зачем нам Какие-то рамки Ставить на наш язык И тем самым Его сужать Ведь русский язык Это многогранный язык И русский язык Это не Нелинейный язык Скажем так То есть В русском языке Есть слова С несколькими значениями Почему бы Почему бы Перун не мог означать Одновременно И первое И второе И третье А может быть И четвертое И пятое То есть Ну давайте Скажем так Не жить по каким-то шаблонам Давайте Искусственно Не сужать Богатство Нашего языка С тобой согласен Сужать не надо Здесь Надо тогда Наверное Обратиться К близким К нам языкам Которые Где слово Перун Где бог Перун Перкунос И так далее И вот Очень интересно Я разговариваю иногда С теми людьми Людьми Которые живут В соседних с Россией Странами У них свои языки И они говорят Ты знаешь Вот в принципе Это Это у нас считается Что так же Как и в России Это бог молнии Бог огня И вот Если мы понимаем Что буква Е И буква И Меняются иногда Местами Вот Изначально На мой взгляд Было слово Перок А не Перок Но хотя Есть слово Перотехника Да Вот Хотя Кто-то говорит Там упрощенно Перотехника Ну Упрощают Нас люди Вот Поэтому Если мы Вот Кстати В Латвии Или в Литве Сейчас Прошу прощения Могу перепутать Там вот Некоторые Те кто Занимаются Банным искусством Они вот Как раз Иногда призывают Перуна В помощь Потому что Там агонь И там надо Чтобы хорошо Все разгоралось Было хорошо И вот они говорят Мы с Перуном дружим Опять же Ведь слово Перун Может быть Родственным словом Первый То есть Значений Может быть Очень много Ну опять же Перун Даже по По тому Как сказал Пантеону Богов Он там не первый Там были Те от которых Он произошел Там говорится Чей он сын Поэтому первым Он уже не мог быть Но опять же Для кого-то он первый Может быть Да В зависимости От точки зрения Здесь же есть Да Есть времена Которые считают Что Перун Это например Наш покровитель Естественно Для них будет первый Но почему бы и нет Поэтому да Сужать не будем Просто Опять же Обращаясь К разным языкам Которые вышли Из славянских Наречий Там вот можно Понять Что это слово Изначально могло Начать Так что Не будем урезать Хотя конечно Про перья Это шедевр Солнце Это шедевр Идем дальше Вопрос эфира От Виталий Из Эстонии Словая термина Меняется Во времени Вы с этим Согласны Да Конечно Как вот Недаром Мы пообщались О слове Позор И говорили О том Что У слов Есть Неполногласная Форма Которая Скажем так Ну и в разной Форме Слово может быть Современным Или устаревшим Это как Город И град Например Там Хоромы Храмы Ну и так далее Понятно Что слова живут Слова меняются Русский язык Живой язык Поэтому он Подчинён Каким-то Своим законам Времени Хотя Если уж Говорим о времени Вот кто-то говорит Вот всё Меняется Не меняется Взять например Какие-то писания Нелетописные Которые написаны Так Так называемым Старославянским Церковным языком А то Что ближе К светскому Где Были Например Ну Как сейчас Назадят Секретари Которые писали За царями За боярами И почитать Там 1600 Годов Писания То мы Будем читать Совершенно Практически Без изменений Там просто Будут некоторые Слова Которые Сейчас уже Из обихода Вышли Но и слог И само Письмо Если читать Зная Те буквицы Если правильно читать То оно будет звучать Как будто мы сейчас Разговариваем С некоторыми Изменениями С точки зрения Ну вот Некоторых слов Которые сейчас Мы не употребляем Поэтому Русский язык То в общем-то Особо и не менялся Особые изменения Стали происходить После неоднократных Реформ И внесения Мёртвых Безобразных Иностранных Слов Вот сейчас У нас появился Так называемый Албанский язык И он Продолжает Развиваться На мой взгляд Это Всё-таки От непонимания Той значимости И величия Которая Таится В ваших корнях В ваших родах То есть Это люди Утерявшие Или не ведущие Свою связь И ту мощь Которая Хранится в языке Ну он продолжает читать Значит С этим согласен Что было раньше Полезно знать Но это Не повод Для того Чтобы признавать Людей Призывать людей Говорить на древнем языке Если ему Этот язык Непонятен А непонятен Потому что Образование Современное И слова Меняют свои трактовки С течением времени То есть Слова и язык Меняются Со временем Вот такой вывод Делает Наш слушатель Виталий Из Эстонии Что ты на это скажешь? Ну опять же Призывать Не значит Доставлять Как вы, Алексей Правильно сказали Во-вторых Ну Опять же Да То О чем мы Начинали беседу То с чего Мы начинали беседу Скажем так Присутствие Наших богов В наших словах Ну Они есть Род Рож Рожать Родственники Родные Близкие От этого Никуда не денешься И это Ну и это хорошо Что от этого Никуда не денешься Это нельзя скрыть Значит Вот Поэтому Тут Ну Не так Не так страшно Знать Как было раньше Другое дело Что там Достоверно Это знать Наверное Сейчас Мы не можем Потому что Ну слишком Много скрыто Слишком Много Забыто Слишком Много Специально Стерто Но почему бы Не попробовать Собрать То что есть И как-то Это систематизировать И как-то Это использовать Там В понимании Своего языка В понимании Окружающего мира С тобой Я абсолютно согласен Что во-первых Я Виталий Задаю Вопрос Такой встречный Скажи Пожалуйста А есть ли Что-то Такое Вредное От того Что человек Будет Например Изучать Не китайский Язык Не французский Или английский А будет изучать Ну Какую-то Из разновидностей Своего родного Древнего языка Вот где Больше пользы На твой взгляд Для развития Человека В том Что он Свои корни Изучает То Что он Начинает Образы Понимать Или То Что он Начинает Лопотать Или Как некоторые Гавкать На непонятном Для него Безобразном Языке Ну Вот Такой вопрос Да И Призывать Людей Так Призывать Надо На мой взгляд Опять же Ты можешь соглашаться Нет Призывать На мой взгляд Надо И Когда ты Понимаешь О чем идет Речь Если Например Не призывать Людей К чему-то Хорошему Ну Значит Тогда Просто Сидеть И молчать И Пускай Люди Что-то Плохое Делают Ну Если Не призывать Людей К тому Чтобы Они Становились Здравомыслящими И Просто Не плевали На землю Или Не сорили Что Ну Пускай Плюют И сорят Что ли Поэтому Ничего Плохого В том Что Призывать Людей Разбираться Для начала Понимать А потом Уже Говорить На древнем Языке Я В этом В этом Ничего Плохого Не вижу Так Грандадмин Васильевич Написал Вопрос Как Растолкует Ведущий Мое имя Василий Ну Ты уже Ответил Про Василия Василий 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 Правитель Так что Правитель Василий Правитель Дальше Олег Из Иркутска Здравия Антон Со словом Хорошо Мне все Понятно Оно Предсвое Слово Хорс Одно Из названий Бога Солнца То есть Хорошо Это что-то Светлое Доброе А вот Слово Да А вот Слово Плохо Растолкуй Будь добр Благодарю Хороший вопрос Русский язык Это тот язык Скажем так Если уж Взялся За растолкование Слов То На это Надо не Полминуты Потратить Или не Две минуты А посидеть И подумать Тщательно Поэтому Я пожалуй Сейчас Не готов Ответить На этот вопрос Просто потому Чтобы Не соврать Не обмануть Скажем так Я тебе немножко Помогу После буквы П Поставь букву О Которая Выпала со временем По лоху А дальше Разбирай Что такое лоху Ну ладно Многопередач Неблагодарю Неблагозвучное слово Дерьмо Его же тоже Можно перевести Положительно То есть Добрый Бытие Речет Творение Мыс Мыс Определенность Хорошо Повернул Забавно Да 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 Забавно Мне все Так Нравится Отсюда Вопрос Существуют Ли Какие-либо Определенные Постулаты Незыблемые Правила Расшифровки Слов Или Кто как хочет Так и Скочит Благодарю Интересный Вопрос Я выскажу Своё мнение Которое Абсолютно Не претендует На стопроцентную Правильность Чтобы Следовать Определенным Постулатам Надо знать Эти точно Определенные Постулаты Скажем так Которые бы Являлись Некими Как есть Физики Законы Так наверняка Были законы И в языке Когда он Развивался Соответственно Как физики Переходя От Физики Там скажем Больших тел К физике Малых тел Когда появляется В момент появления Квантовой физики Все законы Больших физических тел Они там не действуют То есть там есть Своя физика Я так думаю Что язык Меняясь И увеличиваясь Становясь Более обширным Он Ушел От Первоначальных Законов Своих Ну это и не хорошо И не плохо Это наверное Естественно Все растет Все меняется Как ребенок Сначала ребенку Важно Чтобы была мама Рядом Чтобы были мультики Чтобы была еда Потом ребенок Наоборот Хочет уехать От родителей Хочет самостоятельности Так и язык То есть язык Растет Ширится И Скажем так Образует новые Какие-то правила А что касается Разбора Слов по буквицам Ну Я считаю Что это как минимум Неплохо Потому что Это во-первых Заставляет думать Это во-первых Заставляет разбираться Поэтому Ну Давайте разбирать Ну Никто Никто не застрахован От ошибки Но Скажем так Лучше сделать Лучше жалеть О том Что сделано Чем о том Что не сделано Вот Вот как-то так Да Я всегда Задаю Лично вопрос В таких случаях Скажите мне Пожалуйста Когда вот Какие-то говорят Переводы Я прошу Вы сначала Дайте мне Понятие Откуда Это слово Произошло Вот если Это наше Древнее Славянское Слово Вот В этом случае Тогда Я Буду Вместе с вами Разбирать Если же Это нововведение Или Заимствование Или переделанное Заимствование Вот тогда Переводить его Смысла Вот таким образом Нет А у нас С Олегами Соглашусь Очень часто Берут любое Попавшееся слово Не задумываясь О том Откуда оно Появилось Да-да Как оно попало В русский язык Давно ли оно Попало И так далее И начинаю Это по буквице Переводить Ну ребята Это как-то Не вяжется Буквица Связана С нашей Древней Наследственностью И если вы берете Уже безобразные Сковерканные слова Ну как вы можете Что-то Переводить Я просто Я Мне просто руки Так в сторону Разводятся И они причем Могут быть даже И не безобразными И не сковерканными Они просто Могут Не иметь Никакого Отношения К русскому Избол Ты это все В себе Содержишь И живешь По этим Устоям А русский Это уже Многопроизводное Неоднократно Производное От некого Другого Вот если бы я сказал Например Русы Да Славяне Вот тут бы тогда Никакого расхождения Бы не было А русский На сегодняшний момент Это уже Такое широкое Понятие Что в самый раз Наверное Уже употреблять То самименитое Слово Россияне Да Которое Неоднократно Упоминалось Вот Да Ну Нас за границей Называют русскими Но с другой стороны Ведь русские Это еще Состояние души Да Да Конечно Конечно То есть здесь Идет как раз Разговор о том Что русский Ты по духу Или не русский Но принадлежность Тогда к Руси А раз принадлежность К Руси А кто Русь Наполняет Кто ее создавал Русы Да И Русь означает Светлая Если в переводе С русского На русский Да Русь означает Светлая То есть светлое место Светящийся Светлый И так далее Отсюда слово Русый И так далее Там подобное Вот Русалка кстати Это не то Что там девушка С хвостом Где-то Получится Это не мавка Русалка все-таки Это соединяющаяся Светлости Доносящая до людей Потому она И на ветвях сидит А ну недаром Да Баба Баба с рыбьим Хвостом Да в чешуе Наверное Не раз бы соскользнула Оттуда Да У русалки Были крылья Да То есть русали Это дни Когда Неделя русали Это когда Вот как раз Русалки прилетали И они сказывали И делились Откровениями С людьми И с ними можно было Пообщаться Светлыми качельки Им делали И ветви заплетали Для этого Да много чего делали Повязывали Подарки им дарили А мавки Это уже Дочери водяного Ну и так далее Вот Ну как мы сейчас В другую сторону ходим Вот Поэтому я Не объединяя Русские И славянство Воедино Все-таки Имею ввиду Что все-таки Русский дух Он сохраняется А у кого он сохраняется У тех Кто русы Но к сожалению Сейчас получается так Что многие русы Забыли Что они славяне И поэтому Славянами Всех русских Я назвать не могу По первое Что генетически Это будет ложь С моей стороны Во вторых С точки зрения Верования Это будет ложь С моей стороны И третье С точки зрения Образа жизни Это может быть Ложь с моей стороны А ложь Это поверхностно То есть я конечно Могу всех русских Называть славянами Всех славян Называть русскими Но если так По совести Это будет ложь Это будет просто Поверхностное Моё представление Или выдаваемое желаемого за действительное. Но это неправильно. Поэтому на сегодняшний момент я небольшое, но разграничение ставлю между славянством и русскостью, между русским человеком и славянином. Вот когда русские станут славянами, вспомнят свои корни, невзирая на религиозные свои какие-то предпочтения и так далее. У тебя же была бабушка? Была. А у неё была бабушка? Была. Да и дедушки были, и прадедушки были. А их-то рода куда идут? Ну что же, получается, мы должны забыть свои рода и забыть наше много-много тысячелетнее прошлое и должны поверить в какую-то нормандскую теорию, которую нам привезли захватчики для того, чтобы нас подчинить? Ну, друзья мои, ну давайте уж смотреть правде в глаза, давайте здравомыслия будем проявлять. Если уж мы такие ублюдки, ну тогда о чём мы говорим? О каком великом и могучем русском языке эти ублюдки могут говорить? Ну говорите тогда на американском языке, на английском языке, на каком-то там ещё. И всё будет хорошо, замечательно. Тогда всё совпадает. И не надо русский ничего вообще. Забудьте про русское вообще. А если нет, то тогда давайте поминать. Помимо того, что у вас есть какое-то религиозное своё представление, которое на сегодняшний момент вам помогает в жизни. Я же за то, чтобы помогало, чтобы вы себя держали в руках, в рамках, чтобы вы стремились к свету, чтобы вы не сквернословили и так далее, чтобы всё было хорошо. Помогает, да слава богам. Прекрасно, здорово. Но такое вы должны помнить в своём корне о том, что у нас есть народ, а есть род, в котором этот народ находится. И если вы забываете свои корни, вы плюёте туда. А тот, кто плюёт в прошлое, из будущего получает ещё больше. Кто стреляет в прошлое из пистолета, получает из будущего выстрелы с пушки. Не забывайте об этом. Даже сейчас психологи, которые расстановками занимаются, говорят, ни в коем случае нельзя своих предков и своего рода выставлять. Ни в коем случае их нельзя в похабном, каком-то гадком виде представлять. Вам это вернётся, будет рушиться ваша жизнь. Уже психологи об этом говорят. Казалось бы, что там? Наука уже начинает об этом говорить. А вы всё, да вот они такие. Да какие они такие? Вы что, с пятачками, что ли, бегаете? У вас хвостики завитые? И ушки, что ли, болтаются? Да вроде нет. Вроде люди, вроде человеки. То есть что же вы своих предков так-то плохо отзываетесь? Что они, свиниши подзаборные были? Ну вы задумайтесь, а кто всё это построил так называемую цивилизацию? А кто все эти открытия сделал? Да вы живёте благодаря им. А кто эти все артефакты величайшие устроил за многие тысячелетия до того, как что-то произошло? Когда вы на это ответьте, вы будете гордиться своими предками и плюнете в глаза тому, кто посмеет вам ткнуть, что ваши предки были никто и звать вас никак. Вот и всё. Вот Андрей Ильич Фурсов, очень известный аналитик, говорит, что это называется, даёт этому название психоисторическая война. Прекрасно. Она может быть немножко мудрёная, она прямо вот в точку попадает. Ну, если мы слово психология переведём на русский язык, то много что откроется. То есть, это получается война с душой, со знанием души, с памятью души. русская душа – это великая душа, и просто так с ней не повоюешь. Это когда её… В первую очередь, что пытались убить? Культуру, да, и душу. Вот поэтому на душу всё время напирали дух, сломить дух и подчинить душу. Вот и всё. Больше ничего не надо. А когда это всё ломается, дальше следующий этап. Девушек наших развратить. Развращённые женщины, всё, нация уничтожена, нация потеряна. Вот смотрим, что сейчас вокруг происходит. Ну, а нация, как я сейчас хочу сказать, народ, да, вот более правильно, наша. Так, идём дальше. Владимир Змытиевич, здравия, Антон. Скажи, как изначально назывался русский язык? Скажи, каким словом при письме обозначался вопрос? Два вопроса здесь. Про вопрос и про первичное название русского языка. Так, а про название русского языка ещё один пропустил. Как изначально назывался русский язык? На твой взгляд. И потом второй вопрос. Каким символом в письме обозначался знак вопроса? Ну, вопрос сам. Ну, давайте начнём со второго. Каким символом обозначался? Есть несколько вариантов. Да, это могут быть руны, это может быть узелковое письмо. Недаром у нас в русском языке сохранились такие, скажем, словосочетания и слова развязка, завязка, там проходит красной нитью по тексту. Вот. А что касается изначального названия русского языка, что-то мне подсказывает, что все говорили и не зацикливались на том, как этот язык называется. Хорошо, да. Ну, в общем, русский. Русский, не русский. имеется в виду. Ну, это как русское, как Чёрное море называлось русским, только с одной, скажем так, по аналогии. Алексей. Да, если русский на нём говорили, значит, русский. Если там вторая буква добавилась, то, значит, и русский стал. Ну, кому-то нравится... Ну, я не знаю, наш язык, иноземный язык, чужеземный язык, заморский язык. Ну, по аналогии, да, я не знаю. Ну, да. А вообще, те, кто не говорили, не размавляли по-русски, да, то есть, не молвили, да, не размавляли, не молвили, тех просто немцами называли. Да, Неважно, китаец этот немец или хавранцуз этот немец, а, всё равно немец. Поэтому, не обижайте германцев словом немец, они не немцы, они германцы. Тогда и китайцев словом китайца обижать не надо. Ну, да, да. Ладно, идём дальше. Идём дальше. Да, так каким символом, на твой взгляд, обозначался вопрос в письме, в древнем? Каким символом обозначался вопрос? Алексей, тут я, наверное, попрошу ваши подсказки. Ну, вот опять начинается. Дело в том, что, на самом деле, в берестяных грамотах я вот, может быть, я не все посмотрел, но как-то я тоже не встречал этого знака вопроса, и он появился, на мой взгляд, не так давно, потому что в берестяных грамотах, в общем-то, по сути, там вопросов не задавалось, там была переписка такая хозяйственная, я прошу тебя сделать это, там, я передаю тому-то, а ты сходи туда-то, ну и так далее. То есть, там бытовые просьбы. И там не было каких-то таких разговоров, а вот ты как бы так поступил, и что бы ты сделал? Поэтому знака вопроса я там не встречал. Если кто-то из наших друзей подскажет в чате, встречались ли ему знаки, похожие на вопрос, я буду признателен. Вот я знака вопроса не встречал, поэтому ничего от себя придумывать не буду. Идём дальше. Антон, что ты скажешь, о солнце вопроса, что ты можешь сказать о работах Платона Лукашевича, для чего и когда он их писал, и почему они были запрещены? Благодарю. Платон Лукашевич. Платон Лукашевич. А это, Алексей, поправьте, если я ошибаюсь, это не работы по поводу схожести русского с русским языком. Вот давай так. Этот вопрос лучше всё-таки не мне задавать, почему я объясню. Потому что, когда человек задаёт в чате вопрос, он имеет точный ответ, о ком он задаёт вопрос. И поэтому я думаю, давайте сделаем так. Солнце, ответь, пожалуйста, на вопрос. Не тот ли это самый Платон Лукашевич, который с точки зрения Антона писал про сходство итруцкого языка с русским? Вот, ну ладно, хорошо. Ну, в общем, не могу я ответить, резюмируя на этот вопрос. Вот, значит, ладно, этот вопрос мы пропускаем. Тогда, когда Солнце нам уточнит, тогда мы, может быть, что-то и более подробно расскажем. Солнце, ты, пожалуйста, не умничай, ты просто вот напиши. Просвети нас, пожалуйста, ты же Солнце. Так, вопрос в эфир. Здравия. Скажите, пожалуйста, что означает имя Елена? Это Елена 777, судя по тому, кто задал вопрос. А нашим помощникам очередная просьба. Пишите, пожалуйста, кто вопрос задаёт. Итак, а слово Елена, что, на твой взгляд, означает? Ну, насколько я знаю, это греческое имя. Если говорить, тут, скажем так, включим фантазию о русском значении, то это может быть какое-то пленное спокойствие. Что-то такое мне идёт на ум. Ну, Елена, насколько я помню, с греческого от «прекрасной» происходит. Потому у нас там часто Елена «прекрасная». Елена «прекрасная», да. Да. Вот. Так что, если дословно переводить с греческого, насколько я помню, «прекрасная». Так. Хорошо, идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытича. Антон, наверняка каждый замечал, что приезжие из южных окраин наши земель слишком громко говорят на своих языках. Это особенность их национального языка такая, что они прям что он при тихом разговоре не позволяет передать знания? Вы знаете, я думаю, нет, это связано, может быть, действительно, ну, я по своей основной профессии довольно часто бываю в командировках, и удалось мне посетить и Черноземья, где люди там гэкают, громко разговаривают, и Урал, и наш Дальний Восток, Владивосток, там, Камчатку. Я думаю, что это связано еще отчасти с менталитетом. То есть, где больше солнца, там люди как-то более громкие в общении. Более активные, да, более громко выражают. Более, ну, может быть, солнце их какой-то яркостью заряжает, но это вовсе не значит, что там люди в других наших бескрайних краях более тусклые. Просто, ну, тут, я думаю, именно отпечаток нашего, ну, отпечаток юга какой-то имеет место быть. Ну, страна огромная, менталитеты, ну, в принципе, люди похожи, да, но вот замечаешь, что менталитеты чуть-чуть, отличаются. Ну, да, Николай Сергеевич написал, Алексей не германцы, они, а дойчи германцами и хаглосаксы назвали пару веков назад. Но, с другой стороны, в Германии существует такое понятие «хер», то есть уважаемый, главный, начальник, о чём мы говорили здесь. Вот, и «херман», то есть человек в Германии, и поэтому уважительно, если сказать «германица», ну, это будет нормально, это будет понятно. А дойчи – это одна из национальностей, и сейчас она принята как основная, поэтому говорят «дойчи». Но вот если разговариваешь в Германии с кем-то, то спрашиваешь, а какой народности? Не всегда он себя называет «дойч», а может созвать себя кем угодно, в том числе и «дойч». А вообще «дойч» – да, это немецкие, такое общепринятое значение. Но ничего страшного, если скажешь «херман», то есть уважаемый «ман»-человек, ничего страшного здесь не будет, поэтому все хорошо. Германия – это страна таких значимых, уважаемых людей, мужчин. Мужчин. Так, дальше. Идем, идем дальше. Здесь повторение. Елена Симсима, вопрос «эфир». В буквице, кажется, есть буквица «ферт» и «фита». Что вы на это скажете? Ну, вообще, скажем так, наличие некоторых букв в нашей буквице сейчас нужно и, наверное, нужно ставить под сомнение, потому что в тот вид, если я не ошибаюсь, 49 буквиц, ее приводили Кирилл и Мефодий, которые основной этой задачей ставили изживание из этой буквицы какие-то вот такие исконные вещи. Вот. Поэтому, ну, понятное дело, что Кирилл и Мефодий эту буквицу не придумали, но явно на нее каким-то образом повлияли. И если исходить из того, что, в принципе, в русском языке нет слов начинающихся на букву «ф», то, возможно, какие-то, ну, какая-то из этих букв, ну, например, «фита», она была привнесена для лучшего перевода текстов, скажем так, на русский, славянский язык, хотя есть такой факт, что вот или Кирилл или Мефодий писали до того, как они начали крестьянскую веру сюда нести, что увидели Библию уже на русском языке. Да не то, что увидели, они приобрели, и об этом даже приобрели. Да, об этом упоминается, что на юге, там как раз в районе Крымского полуострова была приобретена книга, написана на глаголице, вот, которая имела священное писание. Так что всё нормально. Вот, естественно, что там за священное писание? Там написана Библия, но Библию мы сами понимаем, что полностью Библия была сформирована не так давно на русском языке, поэтому это были какие-то маленькие части, скорее всего. Но упоминание о том, что Библия была написана на славянском языке об этом упоминании задолго до того, ну, не задолго, конечно, не за тысячу лет, но за несколько лет до того, как считается, Кирилл и Мефодий принесли сюда, так сказать, азбуку, которой не было. Хотя слово азбука, вообще-то, конечно, для меня поразительно, когда кто-то говорит про буквицу азбука, это неправильно, потому что всё-таки буквица — это буквица, это более широкое понятие азбука, это уже упрощённое, когда связанное с уборкой некоторых символов, некоторых непонятных для греков звуков и буквицы, и вот тогда получился азбука, азбуки, веди. А у нас всё-таки азбога, веда и глаголит добро. Ну, понимаете, один смысл и азбуки, веди, что это означает. Вот когда азбуки, веди, получился азбука, до этого была буквица более широкая. Значит, здесь такое пояснение от солнца. Это Платон Лукашевич, который, например, написал книгу «Чарамуте» или «Священный язык магов и волхвов и жрецов». Язык магов, волхвов и жрецов. Вот тот самый Платон Лукашевич. Ну, к сожалению, не читал, но после вашего вопроса надо взять на заметку, конечно. Мне так сразу, когда такой, с улыбкой, Николай Сергеевич, Алексей, а ты кто по национальности? А я уважаемый. Он все про себя пишет, когда про германцев вы говорили. Херман, я уважаемый. Поздравляю тебя. Кто я по национальности? По национальности, если в современном русский, если по-древнему русич, если еще более древний рус. Вот. Еще что-то уточняю. Идем дальше. Миша, Миха, пророк Миха, реплика, душевный у нас чат. Из Ютуба, реплика, Алексей, да, бумагин. Тот же Вий, вот такая реплика, это в 21 час, 12 минут, то есть больше часа назад, видимо, когда что-то рассказывал еще, я просто не засек. Да, видимо, какой-то пример был приведен. Да. Дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Антон, замечал ли ты, что слова от Эрминя и свои трактовки, ну, это уже продолжение, наверное, да? То, что уже было. И нужно ли забывать старые трактовки, ну, уже ответили, так что не будем. Реплика из Ютуба, Алексей, и Бумагин. Чел, Чудра, Шудра. О, как выстроил, интересно. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Недавно в Казахстане ввели латиницу, но у киргиз, то есть кайсаков, изначальный язык тюркской группы. Не означает ли это, что произойдет ментальное, а позднее и генетическое изменение народа? Ведь каждый язык предназначен для определенного народа. И одно из значений слова «язык» и есть народ. Как говорит известный языковед Владимир Говров, если хотите жить, переходите на русский язык, так как русский язык – это язык богов, и его замена на инородные слова – это медленное убийство этноса. Поправка. Эти слова справедливы для людей расы, то есть белых людей. Благодарю. Ну, несомненно, русский язык несет какой-то отпечаток на состояние человека, потому что язык, его произношение – это вибрация. И так, мы уже об этом говорили, что вибрация может быть как позитивной, так и негативной. А насколько это действительно повлияет, тут надо быть, скажем так, это знать досконально. То есть наверняка каким-то образом повлияет, но насколько это… достается только догадываться. Очень интересный эксперимент, это часто приводится, опять же, известными людьми, но и так в статьях встречается, когда отслеживаешь. Вот эксперимент, который уже многие известные люди приводили в пример. В европейских, особенно, городах, когда в детсадовскую школу или в детсадовскую группу или в начальную школу, где сидят мальчики и девочки европейской внешности, приходит один или два ребёнка русскоговорящих, уверенно говорящих, то очень скоро многие дети из группы, которые никогда русского языка не знали и в их семьях русский язык не употреблялся, они вдруг начинают говорить по-русски. То есть не просто так повторять слова, а неосознанно начинают применять эти слова к месту. Ну, казалось бы, ты живёшь в своей стране, у тебя мама, папа, дедушка, бабушка окружения говорит на твоём родном языке, на немецком языке, на голландском, на французском. Вдруг ни с того ни с сего ту же самую немецкую группу приходит девочка или мальчика, может, двое, которые между собой начинают говорить по-русски. И многие в этой группе вдруг тоже переключаются на русский. Учёные сделали такой вывод, что это срабатывает та самая родовая генетическая память, как они это называют. Когда по генетике, по роду это близко, эти слова проще им произносить, пока они ещё маленькие, вот там 6-7 лет, проще произносить, они сразу переключаются, срабатывает генетика, кровь отзывается, рот отзывается. Вот. И ещё такая маленькая ремарочка. Хотя у нас сейчас многие советские учебники забыты в России и делаются постоянные какие-то модернизации, но во многих странах, в том числе и в Израиле, в некоторых школах таких высокого уровня вводят изучение, во-первых, русского языка, а во-вторых, некоторые предметы там или в переведённом варианте, вот дословно пытаются перевести русские советского времени учебники, либо прям издают учебники на русском языке. Это в тех школах, где русский язык изучается. И они это делают не просто, чтобы лучше по-русски говорили, для того, чтобы ещё и мыслить научились, ещё, чтобы и считать, и писать умели хорошо, и читать умели хорошо. Вопрос. Трудно, наверное, назвать людей, живущих в той стране под названием Израиль, глупыми и бестолковыми, если, как многие же сами говорят, всё в этом мире уже принадлежит им. Ну, наверное, бестолковыми и глупыми не назовёшь. Вопрос. Почему они это делают? Может быть, нам не надо быть ослами, а всё-таки понять это и сказать, что в нашем языке сила, если даже те, которых многие приписывают как антагонистов русскому, изучают русский язык и мыслят, пытаются, мыслить пытаются по-русски. И даже учебники берут на вооружение наши русские. Так это говорит о чём? Это говорит о том, что, ребятушки, вы что-то не понимаете, если от своего отказываетесь. Если там это берётся на вооружение, значит, мы что-то не понимаем, когда от своего отказываемся. Так, ладно. Идём. Ну, с этим понятно. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Чем глубже погружаешься в язык, тем больше соснаёшь, что ничего не понимаешь в языке, а значит, заново переучивать себя надо. А как ты хотел, Виталий? Мы все отравлены цивилизацией. Ты согласен с этим, Антон, нет? Согласен, но это очень интересно, на самом деле, когда слова обретают новый смысл, когда вот, не знаю, для меня это было вот что-то такое, такая открывающаяся или приоткрывающаяся хотя бы дверь вот к какой-то истине. То есть я вспоминаю, как я уже рассказывал, там лет в 13-14 читал «Сокровище Валькирии», и потом ещё откуда-то информация появлялась. То есть это как-то всё впитывалось очень легко и быстро, и становилось всё интереснее и интереснее. Это того стоит. Хорошо. Дальше вопрос в эфир от Владимира Измытища. Антон, вот у тебя несколько раз в разговоре проскочило слово «Господь». Я так понимаю, «Господь» расшифровывается как «к» из-под, то есть «Господь» — это тот, кто действует из-под богов. Иными словами, «Господь» — это временно исполняющий обязанности богов на данной планете. Таким образом, людей заставили молиться к «Исподу» — это так? У меня есть такой вариант, немножко упрощённый. Много-много поделись. «Господь» — это, как мы уже говорили, что-то высшее, а «Сподь» — «Сподола». Ну, то есть это такой, ну, как у нас же есть там, есть сударь, есть государь, да, есть то, что «Сподола», ну, то, что какие-то нижние слои. Есть человек, который стоит над ними, он их господин. Ну, то есть начальник, начальник каких-то низших слоёв. Ну, вот если просто выражаясь, то как-то так. Начальник тех, кто стоит ниже них. «Господь» — «Подь» — «Подь» — «Подол». То есть управитель ниже находящий. Ну, в принципе, ничего здесь такого я не вижу противоречащего, потому что если Господь в славянском каком-то вот наречии, в древнем, я особо и не встречал, это укоренилось уже после определённых деяний, определённых дел, то вот Господь чаще всего именно встречается изначально в каких-то церковных письменах, в той же самой переведённой Торе, которую сейчас называют Ветхим Заветом. И там есть, ну, прямо вот, если бы её бытие открываем, первая часть, там Господь нету. Там есть боги, сотворяющие что-то, создающие мужчину и женщину по образу и подобию своему, чтобы они плодились и размножались, чтобы они там делали это и управлялись землёй, ну и так далее. А уже после седьмого дня, когда боги ушли на покой, то есть сделать своё дело, то в этом случае получается Господь, Бог, то есть один из управителей, который создаёт под себя ограждённую какую-то территорию, насаждает её чем-то, но земля не была не возделана, необходимо было её возделать, и тогда он создаёт из праха земного мужчину, потом, значит, из ребра женщину, понятно, завещает им, ешьте всё с этого в этом саду, кроме одного дерева, там два дерева, познание, да, и мудрости, вот ешьте со всех деревьев, кроме одного мудрости, иначе умрёте смертью. Ну и тогда это подойдёт, что я рассказывать-то буду. Так вот, если следовать этой трактовке, то получается, были боги, которые создали вот тех самых людей по образу и подобию, то есть потомков своих, которым землю дали в управление, а потом появился Господь, который создал себе тех, кто находился под ним, для того, чтобы они возделали землю, а потом, когда, значит, выгнал, он их стал каким-то образом там направлять куда-то, и этому посвящена целая история, то есть вот истории, в данном случае такая шутка подходит, да, вот эти исторические события, взятые из истории. Вот, и тогда получается, что вот эти вот как раз религиозные все дела, они описывают, что есть начальник обязательно, есть паства тем, кем он управляет, есть Господь, тот, который вот или связан с тем управителем, или сам он им есть, и так далее, там много различных взглядов и направлений. Но суть в том, что есть управление, есть паства, а в славянском представлении изначальном как-то вот управления такого, что кто бы кто-то управляет, этого не было. Там было равенство, посему и с богами-предками на «ты» всегда говорили. Вот это слово «вы» там произносил, иду на «вы», да. На «вы» всегда относились так, что что-то неизвестно, как ты правильно сказал, на мой взгляд, что что-то непонятное. Потом говорили «вы кто?» И вот человек о себе рассказывал. Я тот-то, тот-то, тут-то, тут-то, с берегов той-то, с самой реки, там сын того-то, того-то, из рода того-то. А, понятно, ты, значит, такой. Всё, переходили на «ты», ты наш. Или на «вы» продолжали говорить. То есть мы тебя ещё не знаем, кто ты. Нам это ничего не говорит. Что за река, что за место, чей ты сын, из какого рода, мы не знаем. Поэтому «вы». Да, но это даже как приставка, то есть есть «выключить», а есть «выключить». Ну да, есть «вход», есть «выход». И выключаем свет, и в комнате становится темно, неизвестно, скажем. Ну да, или вход, или выход. То есть вход – это сюда, а выход – это куда-то наружу, то, что вот туда. И поэтому вынести это наружу, выкинуть – это то, что от себя. Поэтому это чужое что-то непонятное, или не чужое, но непонятное хотя. Поэтому, когда говорили на «вы», они говорят о том, что ты мне не друг и не брат, и не сват, и не кум, и мы с тобой ещё разберёмся. Так что как-то вот так вот. Так что вот так. Я согласен и с твоей трактовкой, и с тем, что Владимир написал. Но опять же к разговору о том, что не будем сужать рамки русского языка. Да, конечно. Поэтому я согласен с тем и с другим. И ни в коей мере я не стараюсь что-то там где-то обрезать, зарезать и так далее. Не наше дело обрезанием заниматься. Это точно. Так, дальше. Реплика эфира Тиана. Здравия, Алексей Антон. У меня есть почти все книги Алексеева. Прекрасные книги. Но мне кажется, что это лишь начало, первый виток в изучении слов. А у нас также была узелковая письменность, которую метали на усть. От того бытует уже выражение, но уже видоизменённое. Мотай на ус. После уже была латиница, а потом глаголица. К слову, равная письменность возникла ещё и в Палеолите. Наши буквы — это фактически матрица. Мы не понимаем их силы и знания, поэтому этимология сейчас бесполезна. Нужно глаголицу изучить, а там уже и заслуга корня, братцы. Ну, я не считаю, что этимология бесполезна. Это целая наука, которая помогает понимать родной язык. Почему она бесполезна? Знаешь этимологию больше… Родной язык становится тебе же родней, скажем так, простите, за тавтологию. А я вот хочу у тебя уточнить, с какого вдруг такого интересного источника пришла к тебе информация о том, что латиница была прежде, чем была глаголица? Вот мне это непонятно. Если сами латиняне говорят о том, что они ученики этрусков, этруски никогда на латинице не писали, ибо если писали они на латинице, то все бы этруские письмена латинянами легко бы переводились, да и современными учёными тоже бы переводились. Но такого нет. Латинице и этруское письмо непонятно. И сказано, что этруское нечитаемо. Так что это сказали латиняне. Поэтому латиница, на мой взгляд, появилась гораздо позже. И опять же, на мой взгляд, это был какой-то искусственно созданный язык для каких-то определённых целей. Точно так же, как древний, в кавычках, греческий был создан для определённых целей. В том числе и разновидности санскрита, они были созданы потом. Санскрит, он не так уж и много тысячелетий или столетий, к этому некоторые себе представляют. Он появился не так давно, на самом деле. И до него был язык, из которого санскрит вышел. Поэтому я вижу, что были жреческие языки, были кастовые языки, то есть ремесленные, производственные. Из них вышла латиница, из них появился греческий, то есть жреческий. Из них появились другие многие письмена. И в конечном итоге, уже когда стали умничать вот эти учёные, говорящие на латинице, на греческом, стали появляться какие-то языки европейские, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и прочие-прочие, где вот эти латиницы учёные якобы учили других правильно говорить и коверкали в конец вообще всё, что только можно было сковеркать. Конечно, появились там безобразные все дела. Так что как-то вот так вот. А за что там первым браться? Ну так браться надо за своё, за родное. Реплика эфира от Велимира. Некоторые жрецы рекут, что цель жизни — смерть. Но если не обязательно, то жрецы жизнь рекут. Следует различать, какую цель жизни рекут жрецы разные. О как. Сильно? Ну, смотря, что мы понимаем под слово «смерть». Если это некий переход на новый уровень, к которому нас должна жизнь подготовить, то почему бы нет? Но, опять же, дойдя к этой самой черте, надо достигнуть какого-то уровня, чтобы получилось, скажем так, извиняюсь за тавтологию, забраться на последующий новый уровень. Ну, может быть и так, кто же его знает. Время покажет. Да, мне кажется, следующее. Сам жрец, конечно, может видеть свой костёр погребальный, и ради этого он и живёт. Но одна из деятельностей жреца и одна из его обязанностей — доносить до людей то, что людям необходимо. Поэтому он жизнь рекущий для того, чтобы жизнь шла по праве. И чтобы в яве ты проявлял то, что тебе необходимо проявить, и в навь ушёл с тем, что в яве здесь взял. Если не будет жрец жизнь речеть, то есть доносить до тебя и истолковывать, то в этом случае как жить-то будешь? Что ты в этой жизни поймёшь? Жрец во многом — это не только тот, который какие-то обряды проводит, и это не обязательно волх, а это ещё может быть учитель, потому что жрецов-то существует несколько направлений, в том числе и как учителя, и в том числе и как обряд идеи, и каждый на своём месте хорош. И так и так они жизнь рекут, они рассказывают, показывают, как надо жить. Они связывают, вернее, не связывают, религии нет, они дают возможность в тех устоях находиться, обучать, которые необходимы любому человеку в данной жизни. Они считают направление, и вот в данном случае слово направление тоже интересное, на правду направь указывают. Именно, да-да-да, вот именно направь, а не куда-то там в пекло, а именно вправь. Поэтому он речёт жизнь, но каждая жизнь имеет меру, ограниченной смертью, и поэтому он не учит смерти. Хотя, с другой стороны, он обязательно, если он жрец такого высокого порядка, он обязательно про смерть что-то рассказывает, и даже известна у нас так называемая «Книга мёртвых», где с телом умершего человека производятся некие обряды и некоторые чтения из этой книги для того, чтобы через связь, которая ещё какое-то время, 9 дней, 40 дней, сохраняется с человеком, чтобы доносить. Но, правда, так долго вряд ли там что-то сохраняется, поскольку существует обряд корродирования, и 40 дней вряд ли там тело лежит. Но я думаю, что не дело, вот мы сейчас не обсуждаем, сколько дней тело должно лежать перед корродированием, когда тризна проводится. Мы говорим про то, что через эту связь до души, до уха, ну, в общем, для того, кто-то есть истинный, доносились знания и вести, как дальше там себя вести, куда идти, что делать и так далее и подобное. Поэтому жрец, он в первую очередь ради того, чтобы человек правильно жил, рассказывал о жизни, но не забывая о смерти. Никакого противоречия я здесь не вижу абсолютно. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Антон, вот лето назад приобрёл словарь Владимира Ивановича Даля. Четыре тома, около 200 тысяч слов и половина слов в этом словаре это латинские, греческие, итальянские, но больше всего французских. Так кто победил в 1812 году, что если даже у Пушкина первый язык, на котором он писал, был французский? Благодарю. Вот, скажем так, это произошло ещё до 1812 года и об этом мы говорили, цитировал я Шишкова, где он сокрушался о том, что захватывают фактически и внесением французского языка родное отечество. Поэтому, ну, тут, скажем так, это опять же не дело, наверное, столетий, это дело тысячелетий. То есть всегда война шла не только на физическом уровне, но и на уровне смысловом. Поэтому, там, хочешь поработить народ, да ему заставь его говорить на своём языке. Я думаю, что это правило никто не отменял и там в очень-очень давние времена. В итоге всё-таки победили мы, потому что сейчас мы говорим на русском. Вот ответ такой. Понятно. Так, в чате быстро. В 1812 году победили инопланетяне. Точка. Кто ж его знает, на самом деле. Да, кто ж его знает. Так, вопрос из Ютуба от Геннадия Романенко. Здравия. Вам нравится играть словами слева направо и справа налево? Благодарю. Всех благ. Почему бы нет? Я недавно вышел фильм. Называется он, ну, он то ли английский, то ли американский уж, но, скажем так, очень интересный посыл в этом фильме. Называется он «Прибытие». Смысл в том, что там на Земле появляется несколько таких каких-то поставленных вертикально блюдообразных тел. Ну, то есть люди понимают, что это инопланетяне. И весь смысл строится на попытке вести переговоры. То есть там появляются в тумане некие сущности, которые, ну, они пытаются с нами общаться, мы с ними общаемся. И смысл в том, ну, как оказалось в конце, вот эти самые инопланетяне, их язык, их мироустройство было таково, что они видели с помощью своего языка всю жизнь от начала до конца. Ну, то есть некую анаграмму, ну, там вот у главной героини дочку зовут Анна. То есть и так Анна, и наоборот Анна. И посыл-то в том, что образ мысли и язык определяет наше существование в мире. Поэтому, ну, анаграммы на самом деле вещь тоже такая достаточно заманчивая, интересная. И всем, кстати, советую посмотреть это кино. Оно такое, ну, такая хорошая фантастика, скажем так, которую, которой, к сожалению, сейчас очень мало. Такая заставляющая думать. Реплика в эфире из Ютуба от Алексея Бумагина. Русский язык, ну, очень древний. Если верить чудину, было ещё в Палеолите. Так, Миклуха, вопрос в эфир. От людей, ну, скорее всего, реплика, от людей, побывавших в Праге, слышал, что в городе есть вывески «Позор» означает «внимание». Ну, да, ну, зрение, то есть корень-то тоже «зреть». Конечно. Ну, приставка «зреть» — «корень». Внимательно, да, вот узрите сюда, внимание, позор. Да, да. Вот, поэтому и говорю, там позор, когда люди выходили разного уровня и с докладами, и с отчётами, и кого вызывали на позор. Вот, у нас сейчас остался один позор. Да. Вопрос в эфире из Ютуба от Александра Моукова. Ругина. Алексей, а можно ещё раз про слово «ерить»? Что про слово «ерить»? Материть. Ну, вот материть, ма, ма, ер, ериться. Ну, мать-ярить себя. Вот есть такое понятие «солнце-яриться». Да, что значит «яриться»? Зъерепенник, например, ещё, да? Ну, да, или «ярепенник», сейчас «ярепень» произносится. Вот. Или вот на Купалу или на каких-то других, когда солнечные праздники отмечаются, мужчины начинают ериться. Ериться. А женщины – лелица. Они на Купал, например, могут защищать какую-то берёзку на Масляной неделе, на Красногор, вот, к примеру, они могут защищать Марову, вот эту обитель, крепость, или Снегурку, для того, чтобы её не отбили, не разбили, на костёр не бросили и так далее. Они лелятся. На Красную горку они лелятся. Лельник есть. И так далее. А мужчины ярятся. Вот эта ярая сила, как раз вот, когда отмыкание земли, есть такое понятие, что солнце ярясь, землю оплодотворяет, земля становится плодородной. Вот когда мы говорим «мать ярить себя», то есть мужчина вместе готовит мать для того, чтобы она произвела потомство, он ярит себя для того, чтобы с матерью совокупиться. И вот тут как раз происходит слово «удовольствие», когда уду даётся воля, для того, чтобы он уда в ле творил, то есть создал жизнь в лоне, там внутри, создал жизнь новую. Поэтому яриться обязательно надо. Вот тут как раз происходят отсюда матерные слова. И матерные слова, они должны применяться к месту. Я как-то увидел даже вырезку из своей лекции, мне так понравилось в Ютубе непривычно, когда уже режут на маленькие части, когда рассказывал, что есть матерные, есть бранные слова, есть ругательные слова. Вот если матерное слово оно применяется к чему? Если мама свою дочку замужнюю посылает на, это не ругательство, она просит свою дочку подарить ей внуков. То есть она к мужу посылает, чтобы муж её удовлетворил, и она родила чада, чтобы она внука подарила бабушке, дедушке. Вот она посылает на. Если же мужчина посылает другого мужчину на, за это враг можно получить, потому что это не наш метод, мужчина с мужчиной, никого не производит. Вот за это сразу в пятак надо бить, причём ногой. Это матерное слово. Но при этом, если это мужчина, это ругательное слово. А вот бранит, когда на поле брани, бранное слово, которое поднимает ярь, поднимает нижние центры, когда становится мужчина, сильно он верится. И вот отсюда он матерится уже не с точки зрения, чтобы породить кого-то, а он уже брониться начинает. И в этом случае тогда вот это вот ватага, вот это вот войско, вот это вот пол, полки, там отряды, они непобедимы. И один тогда в поле воин, если он по-русски скроен. Вот здесь надо понимать, что есть матерные, есть бранные, есть ругательные слова. Это не одно и то же. Вот это я имел в виду. Так, идём дальше. Вопрос в эфир от Виталий из Эстонии. Ерить и ересь. От одного слова? Ерить и ересь. Но, скажем так, следуя логике, вообще ересь, еретик, предполагаю, что слова изначально имели положительный окрас, а стали отрицательными по приходу христианства, как из слова крамольники, еретики. Да, это те люди, которые поклонялись свету, светлым богам. Ну, соответственно, возможно, что да. То есть, ну, почему бы нет? Ну, то есть, если так немножечко пофантазирую, чуть-чуть, то, может быть, он сначала яритик означал, обращаясь к яру, да? Да, да. Крамольник, который к молву обращает, то есть, да? Или там ещё что-то такое. Ну, это сейчас фантазии можно развивать. У меня, например, про ересь нет таких данных, хотя версия красивая. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что многие слова в русском языке в изначальном исходном варианте коды, аббревиатуры. Но как определить правильность этих кодов? Определить мух, отделить мух от котлет? Ведь их можно толковать как угодно. Вот, например, слово «СССР» «Союз СССР». Или «СССР» «Союз Славянских Староверов Руси». Или «СССР» «Самая сладкая сгущенка России». Благодарю. Ну, я думаю, что далеко не все слова являются аббревиатурами. Часть, конечно же, но многие слова, как мы уже говорили, строятся из слова «корней». Ну, их, наверное, отчасти можно назвать аббревиатурными, ну, я не знаю, «Ведьма», «Ведающая мать» или «Богатырь», там, «Богонесущий». Но я не согласен с тем, что каждое слово можно брать и разбирать на какие-то части, потому что тут уже включается, ну, ради там увеселения, ради какого-то, может быть, творчества, ну, почему бы нет, но вряд ли это правило является единообразным для всех слов. Я с тобой согласен. Если бы все слова были аббревиатурами, то тогда чем бы вы их разбирали? Тоже аббревиатурами? И тогда получился замкнутый круг. Вы одно слово аббревиатуру разобрали на аббревиатуры, дальше, например, там, из четырёх букв у вас получилось четыре слова, при этом каждое слово само собой аббревиатура. И получается геометрическая прогрессия, и в конечном итоге через так слов пять-десять вы уже просто встаёте и говорите, ну, его нафиг. Так что, я думаю, не все всё-таки были слова аббревиатурами, просто для упрощения, чтобы было понятно, вот эти слова аббревиатурные, это ключи. Как говорят, СССР, а всё понятно. КАМДИФ, да, там. КАМДИФ, КАМБРИК, там, да, и так далее. РСФСР, КАМСАМОЛ, и так далее. То есть, есть аббревиатуры, а есть слова, которые были изначально вот такими большими фразами, из которых эта аббревиатура сложилась. Наверное, так более правильно подходить, иначе мы себя можем поставить в очень неприятную ситуацию. Но я думаю, что ответ мы дали, дальше идём. Вестник Богов, вопрос эфир. В Москве журналисты спросили одного приятного режьего таджика, кто построил город Москву? На что он ответил? А вы что думаете, что москвичи построили? Нет, Москву построил Аллах. А к тебе, Антон, у меня вопрос по этимиологии корнесловия слова «Москва». Вот Валерий Чудинов говорит, что слово «Маска». А какие твои варианты? Благодарю. Ой, вы знаете, столько вариантов происхождения, названия нашей столицы, что это тоже такое огромное поле, я не хочу его сужать. Но вот, кстати, слово «Маска» произошло, раз уж оно прозвучало, произошло слово «мазать», я так думаю. А слово «Москва»… Да что угодно на самом деле здесь можно гадать. Ну, знаете, как стрелять из автомата в помешении с закрытыми глазами. То есть я не считаю, что сейчас можно вообще достучаться до названия «Москва», ну, потому что оно древнее, и что там на самом деле, да бог его знает. С тобой согласен. Ты, когда стал думать, очень громко думаешь, не тот же образ пришёл, маски, что именно «мазать». Вот, когда покрывали лицо какими-то красками и так далее, получалась-то самая маска. Вот. Ну, это опять же, к разговору замена букв «С» и «З». Азия-Асия, «Мазать маска» вот всё тут же. Ну, это опять же, это всё лишь на всё мнение. Дальше. «Миколаевичей страховки». Вопрос в эфир. Буквица «С» — это «Село» или «Зело»? Я думаю, что всё-таки «Зело», потому что у нас была Азия, а не Асия. Поэтому, ну, моё мнение, что «Зело». Так, из Фейсбука вопросы нам поступают. Фёдор Сухов пишет. «Вот, есть ещё такое мнение, что язычниками в древности считали тех, кто начинал общаться с помощью голоса». Ну, вот, язык. Имеется в виду, что раз есть язык, то есть голос. Ну, да, мы об этом, в принципе, и говорили, что, ну, язык — это народ, то есть у каждого народа был свой голос, свой язык. И, наверное, это было такое первое деление на народы именно посредством своего языка. Поэтому, ну, да. Ну, здесь, скорее всего, уходит в одну из версий о том, что в древности вообще слова не произносили, а просто-напросто мысли, формы, мысли, образы передавали. И когда уже упрощение прошло человеческое, человечество, то в этом случае стали появляться какие-то звуки, которыми что-то пытались говорить. Ну, я так думаю, сильно всё-таки по голове какого-то джебанкнуло, чтобы сразу мысли, образы пропали и начинать сначала мычать, потом выстраивать, научиться что-то произноить. Ну, так я себе просто представляю. Вот, к примеру, вот мы молчим, но при этом не произнося ни слова, ни звука, вот вообще ни гу, да, то, что он говорит, ни гу, ни гу-гу. Сидим просто и так вот, даже в глаза друг друга не смотрим, а обмениваемся. Вот везде туда-сюда, туда-сюда. Образ пришёл, образ ушёл, я отвечаю, да, нет, хорошо, плохо, там какой-то образ свой передаю, согласие не согласие и так далее. И вдруг происходит что-то. Вот сидят два этих человека, ну, падает дерево, да, и ветками, двумя суками крупными по голове, бац, они отрубаются, всё, дар передачи мыслей, образов потерян, а они вынуждены дальше общаться, разговаривать, но пытаются на языке немых, которого тоже нету, поскольку это не нужно было, ну, какие-то вот там показывают там руками, ты вот идёшь сюда, а тот не понимает. Естественно, начинают «у», «у», там «ку», да, «ку», ага, приседая два раза. И так далее и тому подобное. Вот тогда что получается, что ведь язык-то получился не сразу, и тогда включается дарвиновская версия о том, что вот надо было сначала научиться говорить, владеть своим гортанно-там, горловым аппаратом, языковым аппаратом, горло-языковым, и стали появляться какие-то уже сначала звуки, потом уже слова, которые закреплялись, которые стали что-то означать и так далее. И это процесс достаточно долгий. Как раз вот эволюция Дарвина сюда очень хорошо вписывается. Да, но здесь опять же есть кардинально разные мнения, и, возможно, они каким-то образом даже не взаимоисключающиеся. Это мнение Сергея Алексеева о том, что ну не даром, дар речи называется даром, вот он нам дан изначально, да, или версия Шишкова Александра Семёновича, «Удача и труд» благословил Николай I на издание, где он говорит о том, что речь начиналась из подражания природным звукам. Вот шелест, да, вот когда вот мы говорим шелест, сразу представляем какую-то листву ветер, там кара, это крр, это вот хрусталь, кара, вот что-то такое хрупкое. Версии есть разные, ну и кардинально разные на самом деле. Тут дать точного ответа, кому-то нравится одна, кому-то нравится другая. Они в принципе, я считаю, что они обе имеют право на существование. Ну, я просто так представляю себе картину, вот если вот, ну сейчас представить, да, вот нам, вдруг мы позабыли все слова. Вот так, если возвращаться к этому, мы позабыли все слова. И что дальше делаем? А тоже мы не умеем говорить. Мыслить еще как-то мы умеем, а говорить не умеем. Писать мы тоже не умеем, нам это было не нужно. И как мы тогда будем общаться? Сколько уйдет времени? Вот так, вопрос такой, вопрос в эфир. Сколько уйдет времени для того, чтобы нам освоить, во-первых, свой аппарат голосовой, и сколько нужно будет времени, чтобы создать свои слова, то есть всем предметам дать слова, чтобы научиться их связано между собой как-то, не просто говорить, дерево, сук, дорога, и там, код, ну не понятно, что я сказал, да? Вот, а чтобы их как-то связывать, предложение, мысль, канул какую-то, выстраивать мыслительную? Я думаю, что если мы будем осознавать то, что нам язык нужен, то это произойдет не так и долго на протяжении нескольких поколений. Да, но в этом случае... Если действительно, скажем, будет поставлена задача каким-то образом выработать язык, пусть простой, пусть какой-то, ну для общения на бытовом уровне, там, каких-то самых важных вопросов, то в течение нескольких поколений этот язык выработан будет. Тогда мы с тобой еще в одну теорию дарвиновскую впадаем, вернее, не в саму теорию, а в выходцев из этой теории дарвиновской, что язык формировался вместе с людьми, и он совершенствовался и усложнялся вместе с людьми. И русский язык, поскольку он самый богатый, он должен был произойти позже всех. А это означает, тут уже нормандская теория включается, что, в общем-то, русские люди были довольно достаточно примитивны, и только благодаря тому, что кто-то к ним пришел и неоднократно, и что-то к ним принес и неоднократно, они вот стали от зверей отходить и перестали мычать, перестали гавкать, а начали хоть как-то говорить, и вот таким образом цивилизация с них повлияла, такая произошла интересная с ними трансформация, они научились говорить, связано, стали великими, ну и так далее, и так далее, то есть нам надо как-то определиться, мы все-таки от кого происходим-то, от обезьян? Я не соглашусь, позвольте себе не согласиться, что богатство языка означает новизну языка, наоборот, ну скажем так, богатство это то, что скапливается годами, какие-то знания, если сравнивать с развитием той же физики, ну соответственно, если там мы сейчас умеем производить сотовые телефоны, это не значит, что мы там моложе или нам просто повезло, если нас сравнивать с каким-нибудь африканским племенем, которое живёт где-то там в джунглях, которое ещё никто не нашёл, то есть наоборот, знание — это некое накопление, некая переработка, некое, ну надо же найти применение тому, что мы осознаём, то есть знание — это отчасти процесс, поэтому и процесс длительный. Ну опять же, с этим высказыванием я не… Опять же, если знание — это процесс накопительный, длительный, то в этом случае всё идёт по Дарвину, в любом случае. Ну, Алексей, я думаю, что мы устроим так, что какие-то процессы могут идти по Дарвину, какие-то процессы могут идти не по Дарвину. Согласен с тобой. Мы говорим сейчас про великий и могучий, так или иначе мы его носители, мы наследники. И в этом случае существует несколько версий. Существует версия библейская о том, что вот произошло и примитивные люди благодаря Господу стали развиваться и что-то получили. И все вот эти колена, в том числе и русские, принадлежащие к Сифу или кому-то ещё, это можно в христианских писаниях прочитать, что оказывается мы к ним относимся. Всё здорово, замечательно. Говорится, слава Господу. Называли нас, по-моему, ещё Гоги-Магоги, если я не ошибаюсь. Да, да, там много чего называли, то, что называется слава Господу в этом случае. Отлично. Вторая версия дарвиновская, которая, с одной стороны, противоречит, с другой стороны, очень сильно пересекает с этим. Тоже были примитивные, по каким-то там вариантам, никто не знает как, может быть, с Божьей силой, только уже менее видимые, определённые, стали развиваться и появились самые древние на Земле религии. Как только человек о религоведении можете открыть, курсы о религоведении, там всё это написано. Есть дальше версия атеистов, которая звучит просто «Ахрен его знает». Отличная версия. Да, прекрасная версия. «Ахрен его знает», ну просто. А есть версия древнеславянская, как я её называю, это когда говорится «Боги-суть отцы наши, а мы их дети». То есть, боги – это наши предки. И они здесь появились в том виде, как мы сейчас существуем. Если была доплация, она была именно под эту землю. Ну, то есть, сюда прилетели, наши предки. А в этом случае тогда всё очень просто определяется. Когда сюда прилетели, поскольку они наши предки, а мы их дети, внуки, правнуки и так далее, и они наши щуры и пращуры, то в этом случае все знания давались сразу от них, как они есть. И в этом случае объясняются вот эти все постройки древние, которые здесь существуют. Объясняются те величайшие находки, которые даже в современности не могут быть повторены, но они здесь присутствуют. Алексей, но согласитесь, что ответа на вопрос всё-таки, откуда взялся язык и откуда его взяли? Нет, так я продолжу. Так я продолжу. И мы сейчас не касаемся того, откуда они его взяли там, когда там они летали на других землях, когда сюда прилетели. Говорю, что здесь в данном случае уже было сформировано знание, оно было сформировано и передавалось, оно, вернее, не было сформировано, оно получено было. И здесь оно упорядочилось в связи с тем, какая была Земля на тот момент, и оно немножечко трансформировалось, потому что Земля тоже меняла какие-то, может быть, орбиту, наклон, условия жизни и так далее. Это знания корректировались. То есть, калейдедары появлялись, земные работы надо проводить и так далее. То есть, были какие-то корректировки, исходя из условий жизни. Были, вполне возможно, какие-то изменения человека, которые связаны были с Землей. Где-то помельче, где-то покрупнее, может, когда-то были и так далее. Но суть в том, что изначальные знания ведические давались сразу, как вот сейчас, например, вот ты своему ребёнку будешь передавать свои знания о своей семье, о своём укладе жизни, о своей культуре и так далее и тому подобное. Дальше он придёт в школу, ему там что-то ещё расскажут, где-то, может, по шам поездят, а где-то, может, правду скажут. Но суть в том, что эти знания сразу отдаются, их не надо ребёнку выдумывать. То же самое и с языком. Язык, он, как показывает практика, особо-то не менялся. И даже в тех же самых берестяных грамотах читается всё достаточно просто и по-русски. Там чуть-чуть, может быть, символы. Поэтому, если уж мы берём, что в X веке читалось всё так же, как сейчас, и в XVI веке читалось всё, как же сейчас, говорит о том, что язык у нас никак не менялся. Он был, он есть, потому что это генетически нам близок, то есть по роду он наш. И если так, значит, и род наш существовал тоже. И знания древние, которые где-то терялись, которые где-то сейчас могут храниться, которые когда-то терялись, но хранились, и заново восстановили кучу преданий, что пришёл там знающий человек, или знающий, там Бог его называет, который привнёс, даже Богом кого-то называют, других там Мессии называют, Мэшаах называют, Учитель, или там кто-то там, у кого миссия возложена, и так далее. Христос, то есть Спаситель, Помазанник, и так далее. То есть у всех народов были свои какие-то там сказители, которые приносили что-то. У нас это хранилось изначально. Поэтому надо как-то определиться, к какой версии вот конкретно ты и наш служб для себя относишь. Какая версия тебе больше подходит? Если библейская, это один вариант, прекрасная версия, я тебя поздравляю, всё замечательно, здорово, изучай Библию. Если дарвиновская, отлично, вот изучай. Если кто его знает, ну тоже подходит самая прекрасная религия. Атеисты вообще самые-самая классная религия. Она всё отвергает вообще, и обо всём знает. А вот, или же тебе нравится древность. Ну в этом случае тогда ты должен понять, что в первом случае ты из пробирки, условно, да, из праха земного, и в общем-то древности никакой нет, а всё здесь вот по Дарвину идёт, что-то получал, какие-то знания там от Господа или сам что-то разбирался. Второе, ты наследник обезьян, которые вот каким-то образом здесь что-то познавали. Человеческий разум обезьяне тем более ограничен, и ты познаёшь только через свои вот органы чувств, ощущений, и больше ничего знать не знаешь, да, ты ограничен во всём. Либо ты вообще не знаешь ничего, но тогда ни к чему стремиться не надо, кроме одного, там, здоровому теле, здоровый дух, да, либо ты наследник богов, а вот в этом случае тогда на тебя накладываются очень серьёзные обязательства, очень серьёзные, и ты обязан быть достойным уже тем своим велико-мудрым предкам, богам, которые для тебя существовали, и ты обязан это постигать, и ты в ответе за всё, что говоришь и думаешь за матушку-землю и за своё наследие и за могилы и курганы предков, за прах предков. То есть здесь огромный пласт наваливается такой, что ты должен просто соответствовать. Ответственность наступает. Да, ответственность, это вопрос. Ты готов к этой ответственности или проще тебе там вот как-то выбрать из тех течений, которые уважаемые мною и многими другими, они существуют, ну и хорошо. Открыта книга, выбирай. Ладно, что-то мы с тобой разговаривали. Идём дальше. Хорошо. Реплика в эфир из Ютуба от Александра Маругина. Из уроков Хазгарского училища вопросительный знак вы видите как точка с запятой, сверху точка внизу запятая. Есть ещё удивительный знак. Он как восклицательный. Чёрточка сверху, точка внизу. Но мы говорили не про конкретно Асгарское училище, мы говорили про то, кто что скажет, где это находится в письменах и так далее. Я про это спрашивал. То есть, про грамоты из бересты и так далее. Асгарское училище, да, это известно там прямо на первом уроке, насколько я помню, об этом рассказывается. Из Ютуба реплика Александра Маругина. «Живу в Казахстане, не ввели латиницу, что за бред?» Она, насколько я знаю, то есть, понятно, что те новости, которые даются нам здесь, нужно тоже как-то фильтровать, но вот якобы президент сказал, что вводим латиницу, от русского, конечно, не уйдем, потому что мы на нем воспитывались, но там надо, как же правильно сказал, боюсь соврать, но смысл в том, что надо там следовать тенденциям, а в тренде сейчас английский язык. Это я вот на просторах интернета, на официальных новостных сайтах сегодня видел. Понятно, что всему верить нельзя, но я думаю, что такая новость там лживой, фейковой, по-современному вряд ли может быть. Да вообще, таких уже намерений было неоднократно с разных сторон и в разные времена, поэтому я думаю, что если об этом говорят, значит, к этому готовятся. Может быть, проверяют тем самым готовность самих жителей, готового принять или нет. Вбрасывается так информация. Если реакция отрицательная, значит, пока рано. Надо долбить дальше, надо, значит, дурманить дальше. Вбросить в следующий раз уже половина. Ага, ну, чуть-чуть еще подурманим. 30% против. Ну, все, общество созрело. Вводим латинице. Да, да. Ну, а потом... Опна Авертона, да, такие. Да, а потом как это, живопридание, да, старопридание, ну, понятно, о чем там. Сначала нам говорят об одном, типа, как это, помнишь, когда Советский Союз разваливали? Нет, что вы, что вы, НАТО не будет расширяться. Нет, ну, как можно, как можно. Где теперь НАТО стоит, да? А ушки-то развесили, там, ножками затопали, лапками захлопали, ушками захлопали. Довольны все были. А теперь говорят, что уберите-ка ракеты оттуда. Да не уберут. Не для того вас дурачили. Из Фейсбук реплика Фёдор Сухов. Кстати, в современном сериале «Мерлин. Король Артур» это тоже наш русич. Авторы и продюсеры сериала прямо правду показали. А, кстати, есть ещё фильм, не помню я, вот что-то тоже, но это не сериал, а полнометражный, по-моему, тоже как-то «Король Артур», то ли вот что-то очень похожее название. И там действительно и рыцарь круглого стола, и там сам «Король Артур» это были сарматы. Ну, кстати, уже некоторые английские учёные, не знаю уж, насколько это вброс, не вброс, пришли к выводу тому, что Артур, в общем-то, он имеет славянские корни. Вот. И там даже целая такая выстраивается версия достаточно интересная. Кому интересно, поищите и статьи, и даже кто-то в Ютуб это переводил как видеоролик. Так, реплика в эфир от Олега Зыркутска. Господь, где Го, это жизнь, Споть, исподнизу, то есть Господь, это тот, кто управляет жизнью в нижних мирах. Ну, мы об этом поговорили. И с Фейсбук Фёдор Сухов. От русских, эти русы действительно создали Рим. Да, и римляне об этом писали, что просили, обратились к племенам от русских, чтобы они создали по своему образу город. То есть, получается, римляне — это учителя всей Европы, а кто тогда учителя римлян, то есть учителей европейских? Получается, что наши, наши учили тех, кто сейчас учат всю Европу. Фёдор Сухов из Фейсбука. Реплика. Слово русский, а слово от русов Кия, построившего Киевград, то есть от его воинов. Поэтому Киев — самый русский город. Дальше. Фёдор Сухов из Фейсбука. Реплика. Киев ведь убили, и также исторически никто не расследовал это убийство, а также убийство её братьев и сестры ради захвата власти в Киеве. Так, вопрос из Ютуба от Геннадия Романенко. Возможен эфир на расшифровку Библии? Если уже был, ссылочка есть. Благодарю. Геннадий, как-то уже вот в зубах это всё торчит. На каждом шагу на каждом углу вот Библию уже... И читаете, то там на самом деле зачем её расшифровывать там в принципе? Да нет, даже уже и расшифровок там огромное количество. Конечно, вы можете посмотреть, там расшифровки есть ругательные, расшифровки есть смехотворные. И чего только нет. И есть с полным серьёзным расшифровка. Есть расшифровка, тут некоторые учёные говорят, что Библия — это всё написано русскости. Кто-то говорит, что наши умные писатели, они были провидцами, и они именно основывались на Библии, всё предсказали. Там вариантов огромное количество. Вот расшифровывайте, как вам не лень. Ну, только здравомыслие включайте. Так, Фёдор Сухов из Фейсбук, реплика. Вот ещё, например, пролив Дарданеллы, который мы знаем из географии, назывался Дар Данилы. Дар Данилы. Я не оговорился. Фёдор Сухов, а если пробежаться по бережью от Ла-Манша и до Греции, то можно много встретить названий городов с корнями нашего прошлого. Что скажешь? Ну, здесь я думаю, что велика вероятность как скажем так истины, так и совпадения. Ну, вот есть же штат Колорадо, да, кола и радость. Ну, это может быть так, а это может быть просто совпадением, как, ну, с чем сравнить. Вот плывут облака на небе, выстроились они, я не знаю, там в какую-нибудь замысловатую фигуру и получился, получилась собака, получился слон, получился корабль. Ну, понятно, что совпадения бывают. Я не обладаю, я думаю, что никто не обладает тем количеством информации, чтобы четко, там ответственно заявлять, что вот это потому, что вот действительно здесь были русские, а это просто совпадение. Ну, возможно, что так, возможно, нет. К сожалению, да. Да, но может быть, это и был чей-то дар, не обязательно Данилы, может быть, это Данеллы, может быть, кого-то еще. Потом пролив, я не знаю, а дар это или не дар, потому что есть версия о том, что когда пролив образовался, там что-то произошло не совсем хорошее. Вот, если уж пробежаться, так интересно, не только от Ла-Манша до Греции, а так еще немножечко вглубь, то будет интересно, например, та же Греция, вот можете посмотреть, например, есть имена, но явно-таки названия, местечек и городков, и поселений, но явно славянские, ну просто славянские. Вы читаете, когда вы понимаете, что это славянск, например, под гора, и смотрите на карте, на самом деле, высокая гора находится рядом, и деревня, называется под гора, ну как-то вот итальянцы, наверное, вряд ли так называют, или слово Неаполь, что означает, посмотрите на карту, внимательно, только не на карту, которая просто вот отрисована, а там, где желательно снимок, чтобы из космоса был, вы увидите, где находится, она не на поле находится, она находится над морем, но не на поле, вот поэтому это называется не поле, то есть Неаполь, если так вот дальше разбираться. Да, это же можно, и вот есть же варианты, что Лондон, да, ну Дон это река, так раньше назывались реки, Лон, Лона, Дона, Лона реки, как вариант, а что касается русских названий, в Америке, ну была же у нас Аляска, соответственно, ну кроме Аляски было много еще чего, вот там ниже по штатам, вот это вот, если смотреть, ну с южной стороны, то есть на самом деле там много территорий принадлежало в том числе Российской империи, ну да, почему бы нет, то есть могли вполне остаться и русские названия. Да, вот я разговаривал с людьми из Германии, но там вообще мы так смеялись долго, он русскоговорящий человек, мы смеялись долго, когда разбирали некоторые слова и спрашивают, германцы спрашивают, что означает, не знаю, ну вы же в этом городе живете, не знаю, а по-русски читается, а это что означает, и ты это не знаешь, а по-русски читается, ну к примеру, там же столица, там Стокгольм, да, когда мы говорим, если примерно по-русски, холм, стол, холм, да, или сток, холм, то есть, или что-то стекало, или стол, сток, то есть, это холм, который главный, где вот что-то происходило, или что-то там стеклянный холм, где производство стекла было. Версий много. Нет, но если посмотреть на карту Европы, на карту расселения славянских племён какого-нибудь 7-го, 8-го, 9-го века, боюсь немножко плюс-минус, боюсь соврать по времени, на территории Европы жили славянские племена, там русов, названия каких-то посёлков, деревень, городов. Есть же очень много таких названий. Об этом, ну это, кстати, очень хорошо показал Задорнов в фильме о Рюрике, то есть он приезжал в Германию, там есть даже такие музеи, скажем так, славянских поселений на тех местах, которые в Германии очень хорошо, ну очень тщательно оберегаются. Поэтому, ну, 100% да. Ну вот ещё версия Стогхолм. То есть они не могут перевести, вот я с голландцами разговариваю, что означает, там, не знаю, там, со шведами, не знаю, там, с финнами, не знаю. А потом оказывается, что по-русски начинаешь рассматривать, и какое-то появляется разумное пояснение, и смотришь, что да, вот этот город на холме стоит, или да, там, волк, например, нарисован, да, там, какой-то там волков переводится, город, но только изменённый, или там медведь нарисован, бер какой-нибудь, ну, то же самое, Берлин, да, условно. Вот, очень много всего интересного. Так, Добродар, разрешите вопрос, по Торе иудеи к своему Богу не молятся и прося, а вопиют. Что значит вопить, вопиющий, возвопил? Ну, я, вот, скажем так, если рассматривать слово вопить, то я считаю, что здесь корень как раз пить в смысле питания, ну, то есть, во, это некая приставка, ну, сейчас объясню, почему. Вообще, скажем так, в голодные, ну, в голодные времена для, ну, скажем так, человеку главное найти себе пропитание, себе, своей семье. Поэтому даже вот вопрос, а у тебя что-нибудь, а у тебя есть, ну, то есть, есть это ещё глагол, да, это потреблять пищу, то есть, это самое главное. Соответственно, вопить — это вопрошать о еде, ну, то есть, корень пить — пить, пить, это не только пить, но и питаться. То есть, вопить — это такой, возможно, крик о помощи, вот именно, ну, с точки зрения русского языка, с точки зрения, там, голодного, умирающего человека, он вопит, то есть, он просит, дайте мне поесть. Ну, в общем, да, известно же, когда народ голодал и обратился к Богу, вот как раз вопил, да, то появилась манна небесная. Да, да. Так что да, согласен здесь, согласен, есть какое-то определённое, такое логическое рассуждение, объясняющее. Ладно, идём дальше. Тара Ли из Ютуба. Скажите, пожалуйста, как узнать, с какого рода племени можно это сделать без медитации? Да, можно, но я вот, мне почему-то приходит на ум изыскание профессора Клёсова, который, который, по-моему, открыл в Москве, если я не ошибаюсь, открыто, ну, где-то ещё в каких-то городах, где берут там, анализ крови с помощью ДНК, генеалогии определяют, а вообще, скажем так, определяют состав предков, что ли, вот, по национальностям. Понятно. Ну, здесь, для нас, случай, наверное, более… Философский? Нет, нет, по-другому. И рода племени, наверное, здесь не просто, что ты принадлежишь к русским или к латинянам или там ещё кому-то, а, наверное, здесь уже более глубоко род имеется в виду, род там по отцу, по матери, вот это имеется в виду, то есть, что-то такое более сакральное, более скрытое, принадлежащее вот именно роду твоему, то, что называется, а не просто принадлежность к какому-то народу. Я вот, честно говоря, просто так отвечать не готов на этот вопрос, потому что давай познакомимся, и тогда я помогу тебе разобраться с этим вопросом или обратись к тем, кто этим занимается, если медитацией не хочешь заниматься. Хотя медитация, это вообще там интересное тоже слово. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Велимира. Мне пишут, не получается у меня сформулировать и написать вопросы реплики кратко, не с той точки зрения рассматривают задаваемые мной вопросы некоторые жрецы из мира, Нави, и их цель в бытие в морок людей завлечь. А разве это жизнь, хоть и жизнь в смысле, что всем есть жизнь, но другая. Реплика была с целью разъяснить цельность понимания слова жрец, но только и не просто жизнь, а именно цели бытия жизни рекут. Ну, по-моему, мы об этом и говорили, Алексей. Да я думаю так, что давайте все-таки понимать, что жрец слово означает жизнь рекущей, но называть себя может кто угодно и как угодно. Например, вот часто мы видим, что на заборе что-то написано, но если мы заглянем за забор, мы увидим, что там дрова лежат, а то, что написано, там почему-то не оказывается. Очень часто огорчаются женщины, когда прочли одно, а за забором дрова оказались. Поэтому не будем уподобляться таким женщинам, которые вот так вот наивно думают, что там что-то будет интересное для них. Поэтому назвать, еще раз себе говорю, может кто угодно и как угодно. Надо понимать, что слово жрец, хотите вы это или не хотите, нравится, не нравится, жизнь рекущей, есть и так далее. Ну, там полная расшифровка есть. Ежели кто-то себя так называет, но при этом он не жизнь речет, но в этот случай какой он жрец? Он может быть каким-то магом, он может быть последовательным какого-то культа, он может быть чернушником, он может быть каким-то там сопроводителем кого-то куда-то. но это еще не означает, что он жрец. Ну, неким волком в овечьей шкуре. Да нет, не обязательно, он может, почему? Он может, ну вот есть же светлое и темное, необходимо человеку познать и светлое и темное, да, чтобы цельность была. Кто-то, например, ну не то, чтобы поклоняется, а славит светлых богов. Кто-то славит и светлых, и темных, как бы в этом виде вот единое целое. Кто-то, например, себя называет, вот, кстати, жрецом темного, да, но он же не призывает к смерти, он всего лишь навсего славит темную сторону. Ну что ж, славит и славит, хорошо. А есть те, которые именно, вот как написал наш слушатель, вот именно там вот находятся, и в этом случае слово жрец не умеет, потому что он про смерть все время говорит, то есть культ смерти некоторый исполняет. Ну что ж, я его жрецом назвать не могу, может быть, он какой-то обряд идей больше подходит, какие-то обряды, может он какой-то хранитель какого-то культа, но на мой взгляд в этом случае он не жрец. А назвать себя жрецом может сейчас каждый, кому не лень, как и себя, например, некоторые Лениным называют, некоторые себя называют, кто там еще, Наполеон там в шестой палате сидел, да, кто-то говорит, что он мессия вдруг появляется, и он выдает какие-то, кто-то от имени Абсолюта что-то говорит, да мало ли кто чего говорит. Я нисколько не хочу сказать, что хорошо это или плохо, я говорю о том, что это сейчас есть, называть себя как угодно, но есть понятие жрец, а есть, и что это означает, а есть понятия другие, поэтому браться за объяснение того, почему он себя так назвал, я не могу, это сугубо его личное дело, у меня есть свое представление, кто такой жрец, совпадает, я скажу, да, это жрец, не совпадает, скажу, нет, на мой взгляд, это не жрец, но это будет мой взгляд, надо об этом не забывать. Так, а можно я задам вопрос, подавай, я интересовала, слово медитация всё-таки, что оно означает? Есть медитация, медиум это посредник, медиатор, тот, который при помощи медиатора извлекается звук, поэтому медиум это тот, кто посредник, он получает информацию от кого-то свыше, посредник между кем, между высшим и тем, кто его задает вопрос, поэтому он и медиум, он получает информацию оттуда, даёт её людям, вот это вот медиум, То есть с кем он там общается? С дьяволом он общается, с абсолютом, с богами, с предками? Это уже другой вопрос. Главное, что он медиум. То есть некий медиатор, который извлекает звук откуда-то, этот звук слышен кому-то. Вот поэтому он достаёт знания какие-то или информацию, или что-то ещё, и отдаёт её людям. Вот поэтому называется медиум. Отсюда идёт медитация, то есть впадать в состояние. Шаманы называют это состояние камлания, когда они входят в транс и начинают камлать, и они обращаются к духам, к нижнему миру, в крайне редко к высшему миру, как правило, нижние миры. И тут достаёт информацию. По-разному называется это европейский принцип медитации. У шаманов камлания кто-то называет себя посредником, кто-то там ещё как-то себя называет и так далее. Это медитация, это когда приём. А мова, молитва, обращение, когда от тебя идёт. А у нас же в ведическом направлении было полноценное обращение и жизнь. У нас это была, когда ты находишься в связи с предком, и ты её не теряешь, и предки тебя слышат. Не нужны медитации, не нужны камлания, ты просто в этом находишься. И самый простой обряд, когда оба рядом собирались, и выстраивался вертикальный, горизонтальный, то, что называлось крест, это как раз называется обряд. И тогда, естественно, нужны были какие-то обряды, когда уже много людей, чтобы как-то упорядочить это всё дело. А так вообще человек, который живёт в ведической культуре, существует и живёт в ведической культуре, он, в принципе, не нуждается в посредниках, он в этом всё время находится. Тема отличается религия, где есть посредник, от ведического представления из жизни, где посредники не нужны. Может быть, обряд идей. Тот, кто или назначен, или кто к этому по жизни предназначен. Но никак не посредник, никак не пастырь, никак не управленец какими-то там правильными-неправильными движениями или так далее. Вот что есть в медитации, кто такой медиум, кто такой медиатор и так далее. Ну что, будем заканчивать наш сегодняшний эфир? Да, да. Тогда давай в заключение подводи итог сказанному от себя и желай нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, красивое. Ну, здорово, что наша беседа сегодня состоялась. И благодарю, Алексей, что это всё, скажем так, очень позитивно, очень, я думаю, полезно. Тут мы и какую-то информацию каждый для себя подчеркнул, подчеркнул и в словах поупражнялись. Поэтому так это всё было немножко... Даже поиграли, скажем так. Вот, ну, хочется всем пожелать желания получать новые знания, хочется всем пожелать эти знания учиться использовать во благо себе, во благо окружающим. Ну и то, о чём я уже говорил, давайте любить и гордиться тем, что мы с вами говорим на самом великом и могучем языке, русском языке. Благодарю. Напоминаю, что сегодня, 27 апреля 2017 года, в четверг по одному из современных календарей или 16 дня месяца посева на реченье, 7525 лета, пятница по одному из древних календарей, мы говорили про русский язык, этимологию, словообразование и применение с Антоном Львовым. За что тебе, Антон, низкий поклон, что столько времени потратил, чтобы донести свои знания, свои мысли, поделиться. Очень рад тому, что у нас получилась дружеская такая беседа, где мы и мыслями поигрались, и словары некоторые разобрали, и, может быть, какие-то даже вопросы подвесили в воздухе для того, чтобы мозги начали работать, чтобы зашуршало что-то там в голове, и какие-то мысли начали крутиться, и чтобы как это устрашило, колючки из головы вылезли. Это полезно, это здорово, потому что если мы не умеем мыслить, то мы не способны улавливать эти мысли. Мыслить — это всё лишь навсего управление мыслями, улавливание. Пока на первом этапе мы не можем мысли порождать, мы можем их улавливать из пространства, притягивать те, которые нам необходимы. Второй этап — это уже умение ими управлять, а третий этап — это уже порождать. Дай Боже, чтобы мы хотя бы научились правильные мысли притягивать на первом этапе, чтобы они нас посещали, а не всякая дрянь, всякая гадость. На втором этапе — чтобы мы научились уже ими управлять и передавать их куда-то. А вот третий этап — чтобы мы уже научились порождать правильные мысли. Незнание родного языка, незнание образов, незнание своей древности не позволит нам стать хозяемой своей жизни, и отравление цивилизацией просто так не пройдёт. Нам необходимо становиться хозяевами своей жизни на этом этапе. Хозяевами своего тела, хозяевами своей жизни, хозяевами мыслей и так далее и тому подобное. Вот про это, в принципе, все наши эфиры идут, потому что никто другой, кроме нас самих, державу не построить. Державу могут построить только те, кто являются хозяевами. К чему я всех призываю. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Антон Львов. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова